Всем привет! Меня зовут Ксюша Хоффман, и добро пожаловать на мой подкаст «Тише». Здесь мы говорим о самом важном — «Тише». И сегодня у меня в гостях просто невероятно выдающаяся девушка, блогер, активистка, певица. Просто посмотрите, в каком образе она сейчас... Сегодня пришла ко мне Аня Енина. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Ты выглядишь просто потрясающе, честно. Тоже потрясающе выглядишь. Дары, дары, дары. Пожитки, пожитки. Всё, я чувствую себя... Замечательно. Да бог, так решила. Спасибо тебе огромное. Я чувствую себя Настей Волочковой, белые розы. Это замечательно. Я думала, красные или белые. Но мне показалось, что белые тебе подойдут больше. Я люблю очень. Но вот эта вот фольга, конечно, ебанская. Да ладно. Зато видишь, ты не могла решиться, красные или белые. В итоге красная обёртка. Спасибо тебе огромное. Нет, за что. Итак, рассказывай, как твои дела вообще? Мои дела замечательные, Ксюша, как твои. Я так рада видеться с тобой. Так рада. У меня всё супер. Во-первых, я ещё раз не могу не отметить твой просто шикарный образ. Спасибо большое. Он что-то значит? Ну, что-то олицетворяет? Да, я на похоронах. Я на похоронах. Скучного интернета, потому что Енина с Хоффман встретились. Наконец-то. Наконец-то, блядь-то. Наконец-то. Я очень осуждаю курение. Никотин – это очень плохо. Ребята, пожалуйста, не курите. Это плохо, реально. Мы осуждаем. Всё, вайб. Умоляю. Умоляю, вайб. Скидывает мне менеджер-продюсер Ксюша Хоффман локацию. Я думаю, что за кальянка? Там ещё, короче, фотка с надписью VIP. Я такая, вы что, на приколе, ребят? Да это чисто мой вайб. Понимаешь? Ну, типа с Кэллом. Почему? С Кэллом. Да здесь не было Кэлла, пока он не появился в моём райдере. Я посмотрела и такая, нет, сто процентов в райдере у нас кальян. Если мы снимаем в кальянке, я хотя бы покурю. А мне просто Артём ещё вчера ночью пишет. Я такой, Ксюш, Аня Йенина запросила кальян. Мы просто. Ну, типа мы сидим с Артёмом просто вот так друг на друга смотрим, такие, ну, мы любим её очень сильно. Мне, кстати, кальяны очень помогают бросить курить. То есть я реально стала меньше курить просто потому, что я такая, так, ну если я буду в какой-то забегаловке, я могу посысать кальян. В забегаловках я не так много бываю. То есть это не происходит каждый день. Это происходит там раз в недельку, дай бог. Но при этом не курю сишки и дудочки. Дудочки вообще, конечно, зло, неописуемое. Вот эти вот ашкудишечки, срёшь с них, как, не знаю, когда же, чем будешь. Я не люблю ашкудишки, потому что у меня от них живот болит. У меня желудок просто... Вздувается. Да, всё вздуть. А потому что это глицерин или что-то, какое-то такое говно, оно попадает... Во рту, как будто тебя нахаркали чем-то сладким. На срали, да. Отвратительно. Я не очень люблю. А по поводу локации, это просто тупо мой вайп. Понимаешь, во-первых, мне очень нравятся вот эти шторы. Дорогие подписчики, если вам нравятся сегодняшние наши локации, напишите обязательно внизу в комментариях. Но это мой вайбик, знаешь, с Кэлом. Значит, со 101 розой в виде мишки. Давай, пожалуйста, сюда. Может, розу в кадр? У нас не 101. Да, да. У нас не 101, честно тебе скажу. Кстати, макарунцы просто пи***т, какие вкусные. Я знала, что они вкусные. Еле довезла, еле не захавала сама, честно. Угощайся. Так вот. Это чисто мой вайбик. Вот, ждать, пока Зая решит вопросы с Каликом 101 розой в виде мишки. И такая, знаешь, типа, блин. Вот бы мы с Зай поехали на Мальдивы. Кстати, по поводу Зая. Мне показалось, что ты нашла себе мужика, с которым ты переехала и решила забросить блогерскую деятельность. И вот сейчас ты решила... Всё-таки я хочу работать, а не бегать вокруг пениса. Так ли это, Ксюша? Слушай, я была в отношениях три года, это были очень плохие отношения. Почему они длились так долго? А бывших говорят либо хорошо, либо ничего, поэтому... Ещё чего, блядь! Если он наху**тел, почему я не могу об этом рассказать? Я просто не вижу смысла, потому что я сейчас... Мне легче становится. Мне стало легче, когда я ему сказала, пошёл нафиг. Вот тогда, знаешь, я реально почувствовала... У меня впервые в жизни было, что после расставания мне не было грустно. Я прям почувствовала, как... У меня аж, знаешь, я прям прямее стала, чувствую, у меня груз упал. Я думаю, блядь, как круто жить, я не кусок говна, я могу типа делать крутые вещи и вообще ни от кого не зависеть. И я через несколько месяцев прихожу к своему психологу, она спрашивает меня, мы с тобой не обсудили, как ты переживаешь расставание? Я говорю, блядь, вы не переживаете, мне просто... Это вообще лучшее, что случалось со мной в жизни. Я говорю, я ближайшие два года вообще не хочу в отношения, потому что я впервые в жизни наслаждаюсь одиночеством. Потому что, знаешь, у меня всегда была потребность что-то кому-то давать. Заботиться, чтобы кто-то тоже заботился. Я так завела собаку. Очень помогает, кстати. У меня, кстати, тоже, да, вот есть собака, но этого мне недостаточно. Животное — это как будто здоровая созависимость. От тебя очень сильно зависит, тебя, безусловно, любят, и при этом тебя не бьют, не запрещают тебе куда-то ходить. Вообще очень приятно. Вообще я раньше всегда говорила, что собаки лучше людей. Конечно, сейчас я прям стопроцентно так не считаю, но собаки, правда, это любовь любовная. И я сказала своему психологу, говорю, вот я наконец-то... Мне нравится давать себе всё то, что я давала людям, которые этого не ценили, которым это не было нужно. И вот через месяц у меня появляются отношения. А что сейчас за отношения? Хорошие отношения у меня. С кем-то медийным или нет? Нет, нет, это абсолютно... Я вообще, знаешь, у меня табу на отношения с медийными людьми. Я понимаю. Я не... У меня один раз был момент, когда... Кто это был? Это была моя первая любовь. Я пыталась там его помочь раскрутить, потому что я была популярнее, понятное дело. База, база была, была. Поэтому я поставилась этапу, я говорю, я не хочу с медийным чуваком встречаться, мне это не подходит, мне это не нравится. И я не очень хочу тащить отношения в кадр. Хочешь? Хочу. Я тоже хочу. Я знаю, что ты была на Пушке на интервью. Сучки-дырки, тёлки-отсоси. Почему ты так хейтишь Лизу Мадрид? Очень каюсь, очень расстраиваюсь. Я лежала грязная, вонючая, спасибо, что не обоссана. Расскажи, давай начнём с этого. Ага. Ну, я считаю, что Пушка умерла, когда с неё ушла Ксюша Хоффман. Вы меня простите, но этот таленький мальчик, он замечательный, он вообще очень комфортный, милый. Вот это вот всё... Ну, я в 16 мечтала на Пушку прийти за Ксюши Хоффман, которая садится и устраивает разъебать по всем фронтам. А там всё... Я люблю её. Очень мило, очень мило. Но нет, больше не надо, спасибо. Спасибо тебе огромное, дорогая. Прям потешили моё эго с самого начала. Ну вот, наконец-то... Ну, конечно, это не Пушка, но тоже, надеюсь, устроим разъебать сегодня. Мы, женщины, посвящаем уходу за собой огромное количество времени. И оно неудивительно, ведь мы все хотим не только выглядеть на все сто, но и чувствовать себя уверенно и комфортно. И если честно, мне кажется, я могу часами выбирать всякие крема, маски, масла для тела и любую другую продукцию по уходу за собой. Но полгода назад на приёме гинеколог спросил меня, какие средства интимной гигиены я использую. И если честно, я даже опешила, потому что просто не помню название. И поговорив со своим врачом, я поняла, что выбор средств для интимной гигиены так же важен, как и любой другой уход за собой, потому что правильная гигиена помогает поддерживать здоровую микрофлору. Например, рекомендуется использовать средства без мыла с мягкой формулой и нейтральным PH. А некоторые средства ещё и помогают поддерживать уровень увлажнённости кожи. И в интимной зоне это важно, особенно если вы испытываете сухость или, например, делаете эпиляцию или пользуетесь бритвой. Для себя я выбрала французскую линию средств для интимной гигиены Софорель. Они полностью производятся во Франции и сделаны на основе натурального экстракта репейника. Это гель для очищения и крем-эмалент. Эти средства Софорель обладают успокаивающими свойствами и обеспечивают мягкий уход даже за чувствительной кожей. Для ежедневного ухода я использую гель для интимной гигиены Софорель. Он очень приятный, отлично успокаивает и увлажняет кожу, оставляет после себя чувство комфорта и в составе ничего лишнего. А при раздражении после эпиляции или просто для дополнительного увлажнения кожи можно наносить увлажняющий крем-эмалент Софорель. Он разработан специально для ухода за чувствительной и раздраженной кожей, но и при отсутствии раздражения он отлично увлажняет и моментально впитывается. В составе этих средств натуральные компоненты, в гелях не содержится мыло, а их действие для увлажнения и снижения раздражения подтверждено исследованиями. Так что средства Софорель подходят всем женщинам для ежедневного ухода и при раздражении, и вы спокойно можете доверить свой интимный уход Софорель. А по моему промокоду HOFFMAN вы получите скидку 15% при заказе на e-аптеке. Не забывайте, что забота о себе многогранна. Ссылочка внизу в описании. По поводу Пушки. А как тебе вообще, я не знаю, блин, Лунаком? Там же у нас столько ведущих было. Лиза, Никита Лол. Никита Лол, знаешь, была попытка посмотреть один выпуск, я не вывезла, потому что всё-таки привыкла к тебе и к твоему формату, что ты и комфортная, и некомфортная одновременно. И это была замечательная, вот эта граница, когда ты где-то продавила, где было нужно, и где ты такая, я окей, и я соблюдаю твои границы и твоё я. А Никита Лол, мат-перемат, такой весь пацанский чувак. Ну, мне было сложно, на самом деле, если честно, смотреть. Я не знаю, ты знаешь, мне кажется, я переросла вот эту вот речь, когда вот нахуй, блядь, невозможно было... Мне прям слух резало, я включила. Я до сих пор так разговариваю в реальной жизни. Это большая проблема. Ты прям материшься очень много в реальной жизни. Мат — это опухоль русского языка. Я с тобой вообще не согласна. Я считаю, что мат, во-первых, это абсценная лексика, да, и это прекрасная часть русского... Это был сарказм, Ксюша. Я уже как обычно, знаешь, у меня началось. Нет, нет, ну нет, ну тяжело без этого, тяжело. Ну просто, понимаешь, кто-то умеет ругаться матом уместно, чтобы это звучало, а кто-то Никита Лол, не в обиду ему сказано вот это нахуй, ты сидишь и думаешь, малыш, сколько лет ты прожил в лесу с бомжами, и сколько лет тебе пришлось драться за еду. Ну была ещё другая версия Луна Ком, которая просто сидела и такая... Я красивая. Ну она красивая. Ну она правда красивая, никто не спорит, но это пока всё. Я расскажу тебе, хочешь, я поделюсь сплетнёй? Конечно, конечно. Давай, давай. Ой, я нигде это не рассказывала. Ну, короче, я узнала, что Луна Ком будет ведущей, она мне рассказала, мне кажется, одну из самых первых, я узнала это на съёмках стенки. Ты была за неё рада? Честно, да, но это были очень смешанные чувства, я была очень за неё рада, потому что я тогда испытывала после интервью с ней такие, знаешь, очень тёплые и сопереживающие к ней чувства, потому что у неё очень тяжёлая история, там, отношений с мамой и так далее, у неё очень много было, ну, комплексов, которых она мне рассказала. Но, с другой стороны, я думаю, ну, типа, Луна Ком. Это моё детище. Ну, типа, да. Ну, я просто не очень была уверена, что она сможет... Это просто, правда, достаточно тяжело, ты должна меня понять. Да. И я не была уверена, что она сможет, поэтому у меня какие-то, ну, были, типа, смешанные чувства. Но я, честно, была искренне за неё рада. Так вот, ты знаешь, как она ушла с пушки? Нет. Я не знаю, насколько это правда, но мне рассказали, что... Там же как, там съёмки могут назначить за сутки. Вот появился инфопол, тебе же нужно быстренько сделать выпуск. Ну, да, да. Всё отснять, пока всё на горяченьком, так скажем. В общем, ей назначают съёмку, и что она делает в день съёмок? Она просто куда-то улетает, типа, отдыхать или что-то такое, и даже ничего не пишет. Вот такое я знаю сплетню. Я не знаю, насколько это правда, конечно, я не ручаюсь, если что, за это, но вот... Моя с дочкой сказал, что вот это... Классно, очень ответственно. Не осуждаю, блядь, я баху, если бы со мной так поступили. Или, типа, если бы я была закадровым персонажем из продакшена, и у меня назначена съёмка, и девочка просто улетает, это почему? Эта ситуация стала отправной точкой, когда как раз-таки вот этот вот мальчик, который брал тебя, Максим, да, его, по-моему, зовут, сел на роль интервьюера, потому что ему просто, ну, нужно было взять интервью у гостя, никого не было, Луна улетела, Лина, и вот он так сел. Он хорошенький, он, знаешь, мог бы ввести рубрику в Тик-Токе «Я комфортик». Он очень комфортный. Да, это правда. Он вот прям как к личности. Божий одуван. Да, да, да. Такой божий одуван вообще. И поэтому, наверное, в его интервью нет вот этой вот тадости, бакости. Ну, слушай, журналистики, жанру интервью, это правда нужно, как колкость какая-то, желтушка где-то, желтушечка вот эта вот. Конечно, без этого это невозможно. Это нужно брать интервью у безумно талантливых людей. Когда ты берёшь интервью у блогеров, не надо на это рассчитывать. Ну, мы настолько талантливы, ну, давай смотреть правде в глаза. Никто из нас симфонию не напишет. Блядь, это что, Фросси сейчас передо мной сидит или что? Почему Фросси? Она сказала, что женщина должна получать меньше, чем мужчина, потому что разве женщина может из чистого холста сделать шедевр? У Моцарта вроде бы мне очень тяжело запоминать фамилию. Если ты у меня спросишь, назови мне 10 именитых, у меня как-то было такое, что меня хотели поставить неловкое положение. Назови мне 10 женщин, которые что-то сделали для науки. Я такая, блядь, да я ей мужчин не назову, у меня вот тут вот. И у Моцарта, насколько я помню, либо у Бетховена, либо у Моцарта. Ну, тяжело у меня с историей. Да, не очень образованная я девушка. Была сестра, которая вместе с ним писала и выступала. Просто её в какой-то момент женили за какого-то деда. И на этом её карьера стоп, всё. Но женщине вообще сложно было выстраивать какую-то карьеру в каких-то сферах, потому что... Не, не, в этом плане, кстати, интервью с Фросси мы брали с канала, я его удалила собственными пальчиками. Я такая, да, ну, это пи***ц. Серьёзно? Я вообще, нет, это вот одно из таких интервью два. А какое первое? С Дашей Каплан. В какой-то момент, это дело не в личной неприязни, просто в какой-то момент она запускала какой-то розыгрыш в телеге, а там, короче, под конец... Ну, последний день розыгрыша, так эти розыгрыши работают, на тебя подписывается много людей. И она подумала, что ей кто-то крутит подписчиков. И такая, накидаю на вас страйки. Суки, не знаю, кто вы. Мы ничего не крутили. В целом, вряд ли кто-то что-то крутил. Скорее всего, это просто был результат розыгрыша, просто она не до конца разобралась в этой схеме. И я такая, давайте, ну, уберём. Я не хочу никаких страйков. Любая такая угроза от блогера мной воспринимается очень буквально. Ну, не хочу я. Нет, спасибо, не надо. То есть там была история просто, ну, обезопасить себя, потому что я не знала, про кого она говорит. У нас тогда была апогея этого конфликта. А история с Фросией просто стыдна, наверное. И это было интервью, на котором меня девочка, которая женщина, которой у нас занимаются режиссурой, все, Анна Аронина, она меня вывела тогда в туалет. Такая, ты проебешь это интервью. А я сижу чисто вот такая вот. Я просто талая. Я не могу, она мне неинтересна. Мне не хочется с ней разговаривать. То есть это был гость... Ну, ты же любишь таких странненьких, ты говорила. Она не странненькая. Она обычная. Она обычная просто. Она очень хочет в это поиграть. И в этом-то и проблема была. Ты думаешь, что она просто хайпует? Конечно. Она же начинала изначально с того, что она нагиналась перед парнями, снимала такие тиктоки. Набрала себе аудиторию арабов в тиктоке. В какой-то момент... Хочется. Хочется, да. Очень. Эти арабы-арабы. И в какой-то момент она решила пойти в блогерство. Начала ебаться с мальчиком, который в итоге стал ее продюсером. А на самом деле за день нашего интервью сливал на нее инфу. Кринбам, ты сейчас про инстасамку рассказываешь или про Фросю? Я не очень... Я сейчас потеряла немножко связь. Слушай, они еще и выглядят похожи, да? Вообще загвоздочка, да? Мне кажется, просто Фросю благиатят. Конечно, конечно. С инстасамку и все, Дашу. Нет, полностью от и до. От и до, и у нее плохо получается, честно говоря. Ты думаешь, тебе не нравится, да? Мне не нравится, нет. Мне очень нравится Даша инстасамка. Она мне правда... Ну, как личность, я с ней не знакома, чтобы ее оценивать. Но с точки зрения образа в интернете все очень четко, хорошо, все замечательно. Можно ли сплагиатить то, что уже сплагиатчено? Тоже. Нет, нельзя. Ни в коем случае. И вот интервью с ней, ну, оно и вышло очень заурядным, потому что я была совершенно не заинтересована в гости, несмотря на то, что это было... По-моему, это было последнее интервью, к которому у меня был написан большой стюнари. Прям большой. Мне так странно это слышать, потому что мне кажется, что Фрося такая крэйзи. Типа вот так вот просто посмотришь на инфоповоды, там эти ногти, знаешь, вот это вот все, это прям, ну... Нет. Это же все спл... Жена, ну, какое... Что в этом такого фееричного? Ну, гной из губ, типа, в ногти залить. Ну, какой гной из губ? Она себе просто удаляла филлера. Ну, неужели у кого-то были сомнения? Ну, тише. Понятное дело, что сомнений не было, но просто сам факт. Что-то, ребята, давайте гной из губы в ногти закачаем. Ой, ну мне... Ну, честно, может быть, я, не знаю, вы можете меня осуждать, я разрешаю, но я смеялась, как ненормально. Ну, давайте еще на бутылку сядем. Тоже очень креативный. Ой, у меня флэшбэк, и помнишь, это старое видео с ВК, где мужик на банку жопой садится, на лопыткс. Ты знаешь, что он умер в скорой? Не клачь, зай. Все будет хорошо. Очень жаль. Очень жаль. А по поводу Лизы Василенко, вернемся к пушке. Слушай, Лиза Василенко круто монетизировала Моргенштерна в своем контенте. Ну, правда. Ну, это правда. Это было хорошо. Ну, блин, они же там начали сначала встречаться, потом они расстались, он там, ну, Собчак говорил, что там он ее очень любит, или это первая любовь. Вообще я охренела, когда он сказал у Собчак, что его первая любовь была Лиза Василенко, и я такая, Адилара просто такая. Чисто замуж вышла по приколу, чисто вот хавала все это несколько лет. Но это очень грустно. Но у мужчин, да и не только у мужчин, в целом у нас есть такая, ты знаешь, психологическая хуйня обесценивать все свои прошлые опыты. Но это обычно говорит о незрелости, что вот теперь у меня точно первая настоящая любовь. Я так раз пять делаю. Но нужно понимать, что мне 21, да, у меня было время. Но это грустно, это грустно, но как будто бы они друг другу очень подходят, как будто бы вот... Они, да, они гармоничны. Ну он какой-то такой. Ну у Василенко очень такая сексуальная энергия. Это правда. На нее смотришь на пушки, она такая, еще чуть-чуть, и он для фансов, кстати, сделает. Это очень странно, с учетом того, что, знаешь, обычно девушки, которые пережили на сети, обычно наоборот как-то стараются вот эту сексуальную часть своей личности, ну как бы скрыть, закрыть. Нет? Мне почему-то казалось всегда как-то так. Там есть, короче, две полярности, как правило. Нет, есть и девочки, у которых ничего не изменилось, но есть те, которые супер зажались, а есть те, кто наоборот, мне больше нечего терять. Типа мои границы были настолько сильно размыты и нарушены в момент этого изнасиления, что теперь мне вообще похуй, я их не ощущаю. Это тоже психотравма, она тоже есть, к сожалению. Но ее можно монетизировать, да, а потом вылечить на эти заработанные бабки. Почему нет? Делают ли так девочки? Да, делают. Жесть, звучит как какой-то просто ужастик. Так, так, так. Что же ждет Львов в этом месяце? А у Раков все так интересно. И я так рада, что вы заглянули в гости к Всевидящему Оку. И сегодня с вами я, его бессменная ведущая, Ксения Всевидящая. Я знаю, что у вас есть вопросы, ответы на которые скрыты где-то глубоко внутри вас. Но что же говорят звезды? Что ждет именно вас в этом месяце? На что стоит обратить внимание? А что стоит оставить позади и забыть? И начнем мы с Овнов. Вижу непростой эмоциональный период у вас в этом месяце. Вижу, как чувства и эмоции накрывают вас головой. Хотя не всегда на то будут веские причины. Вам нужно отпустить все тревоги и расслабиться. Уделите время себе. Сделайте масочку, примите ванну с морской солью и помедитируйте. О, а Тельцов ждет много экзоциальных вопросов, которые никак не оставят вас в покое. Остановитесь, спокойно ответьте на все вопросы, которые вас волнуют, и продолжайте свой путь. А у Близнецов июль выдается очень удачным. Вы можете смело говорить всему «да» и ничего не бояться. Давно планировали покупки и откладывали? Сейчас самое время, ведь на Мегамаркете новые акции и суперцены каждую неделю. Не отказывайте себе в удовольствии. Да, а вот ракам нужно быть сильным и устойчивым ко всем испытаниям в этом месяце. Но не переусердствуйте. Находите время на уход и заботу о себе. Мои любимые львы, у вас наступил очень благоприятный период, ведь у вас начался коридор обновлений перед днем рождения. Если вы что-то давно искали, оно обязательно найдется. Как и бренды, которые ушли из России и которые можно теперь найти на Мегамаркете. У Дев в июле атмосфера неспешности и саморефлексии. Вижу очень много заботы о своем гнездышке, о себе и о тех, кто рядом. Очень благоприятный период. Весы. Вижу, что вы в этом месяце хотите покапризничать. Расслабьтесь, но будьте бдительны. А за Мегамаркет вы можете не переживать, ведь там только реальные отзывы покупателей, которым можно доверять. У Скорпионов в этом месяце на первый план выйдет романтика и идеализм. Не переборщите и не забывайте про баланс. Стрельцам в этом месяце звезды советуют наконец-то признать все совершенные ошибки и начать с нуля. Например, можно наконец-то начать заказывать на Мегамаркете, ведь там бесплатная доставка. Козерогам в июле, к сожалению, будет очень непросто. Звезды говорят, что вы теряете ощущение внутренней опоры и желание спрятаться за чью-то спину будет пугать и сбивать вас с толку. Водолеям звезды советуют в этом месяце погрустить на славу, как давно этого хотелось, и погрузиться в свои чувства с головой. Для рыб июль будет теплой и солнечной не только снаружи, но и внутри. И я вас прекрасно понимаю, потому что я испытываю то же самое, когда оплачиваю покупки на Мегамаркете бонусами Сберспасибо до 99%. Звезды благодарят вас за уделенное время и доверие. А для обмена энергии не забудьте написать внизу в комментариях, насколько вам откликнулось всевидящее око. И не забывайте, что как бы не сложился ваш месяц, нужно обязательно уделять время заботе и уходу за собой. А с моим промокодом МегаУход вы получите скидку 500 рублей при первом заказе на Мегамаркете от 2,5 тысяч рублей до конца июля. Ссылочку вы найдете внизу в описании. Ну а мы увидимся в следующем выпуске. По поводу Моргенштерна, я вот что еще хотела у тебя узнать. Ты сказала, что ты любишь этих странненьких, вот этих вот таких немножко трэш, мне кажется, да, персонажей. Как ты относишься к трэш-блогерам? Потому что Моргенштерн буквально вот недавно сходил к Мелстрою. Как ты вообще вот к этому относишься, что Моргенштерн вроде бы такой, который делает классную музыку, реально, мне реально нравятся треки Моргенштерна, вот привлекает внимание к таким персонажам, как Мелстрой, который избивает женщин на стримах, спаивает, там вообще полное жесть гуляли там переписки в чатах, что он там на стиле закрывал там девочек, которые занимаются проституцией и так далее. Короче, вообще ужас. У меня была знакомая девчонка, которая сходила к нему на тусовку. Зачем? Это было... Они платят девушкам за это? Ей сказали, что да, ей заплатят. Поначалу, по-моему, там были такие условия, я не буду голословно, не хочу напиться. Она сходила на тусовку, в середине тусовки она ничего не употребляла. Она просто пила коктейли. Безалкогольные. Важно это учитывать. Ну, насколько мне было это сказать. Сейчас ты рассказываешь, что ей там что-то подсыпали. В середине мероприятия у неё плывёт голова вообще не туда, то есть она в настолько изменённом состоянии, которое ей совершенно непонятно. Она пугается, начинаются какие-то зажимы, незажимы, какие-то облапывания каких-то пацанов, она начинает буянить. Ну, типа, она такая... Её выводят с охраны, и она чуть ли не теряет сознание возле этого здания. То есть ей очень плохо. К тому, что ты организовываешь мероприятие, которое буквально за собой ведёт спаивание и накачивание девочек неизвестно чем, блядь, это отвратительно. К тому, что ты ещё на этом крутишь ставки и вот эти вот казино. можно сколько угодно говорить блогерам и стримерам, что, ну, я же предупреждаю свою аудиторию, что это плохо. Ты это делаешь. Типа, удомание — это огромная проблема. Это очень большая беда для России. Ну, это правда. Я недавно ехала с мужчиной-водителем, и он такой... Ну, мы что-то разболтались, и он мне начинает рассказывать, что он всадил очень большие деньги во всю эту историю, до сих пор торчит кредиты. Ну, то есть, это ужасно. Человек из классного бизнеса ушёл в такси, в комфорт плюс, то есть даже не бизнес. У него всё очень плохо. У него тысяча и один долг. Просто потому, что это зависимость, и не надо её рекламировать. Я не вижу сильной разницы между рекламой казино и наркошопа. И то, и то зависимость, на мой взгляд. И то, и то для меня примерно одно и то же. А по поводу Молстроя Моргенштерна, ну, чувак, когда избил женщину на камеру и сломал ей челюсть... Это просто... А потом оправдывался тем, что, ну, вообще-то, у неё есть, короче, страничка на эскорт-сайтах. Она вообще-то... Ну, она эскортница. Мне можно, потому что она эскортница. Что за пиздец? Нет, нельзя. И то, что... Ну, за такие деньги, я понимаю, что его не принимают обратно. Он очень хочет в Россию. Он хочет снова много зарабатывать. Мне кажется, что, слушай, он и сейчас хорошо зарабатывает всё. Может позволить платить какие-то бешеные деньги за приветы от кого-то. Роналдо? Или какой там список, если честно, плохо помню? Нет, я про Моргенштер. А, про Моргенштер. Я про его мотивацию на это согласиться. Понятное дело, что уровень жизни сильно упал. Но он это и не скрывает. Он при любом удачном случае говорит, хочу обратно в Россию очень сильно. Простите меня, пожалуйста, за все мои грехи. Верните меня, пожалуйста. Очень надо, очень надо. Ну, это правда, да. И я понимаю, что он был замотивирован исключительно финансами. Но это всё равно кринжатина, ёбанка. Ну, ёбанка, кринжатина. Это всё ещё асоциальный долб, который крутит, ебанка, эту рулетку, бьёт женщину на камеру и спаивает женщин какими-то напитками со странным содержимым. Ты знаешь, что самое ужасное? Что он становится мемом. Типа, вот я захожу в Нельзя Грамм, и все там какие-то рилсы, в шорце, там везде он. И люди с этого смеются, и они тем самым продвигают его контент, давая ему заработок, потому что блогер зарабатывает как раз-таки на вашем внимании, на внимании зрителей. И я думаю, блин, что это? Ну, строй классный пример того, ну, не классный в каком-то моральном смысле, а просто вот всеобъемлющий пример того, что продаётся всё, покупается тоже всё. Он сказал подписчикам, вот такой-то выигрыш за такое-то видео с такими-то просмотрами. И мемы, которые ты видишь, это зачастую люди, которые сделали это платно. Как ты в итоге относишься к трэш-блогерам, помимо Молстро? Есть же вот, например, Людмурик, я знаю. Повертись, повертись, смотрите, новый... Сопирайся. Тебя проверяют, а ты... Да, Люд, ну всё, да не ведись ты уже. В какой-то раз отказался ли что, тебя уже проверяют, просто знают твою вот эту вот жадность. Там вообще ужас, там же, по-моему, им донати за то, чтобы сын бил свою мать. Да. К ним даже менты приезжали на выпуск. Я негативно отношусь. Мои все трэш-покемоны, они никому зла не делают. Но нужно это понимать, что я не беру тех, кто выходит за грань насилия. У меня так случилось с... Ой, какой зовут-то? Боже ж ты мой. Это девочка. Блондиночка. Хофманида? Нет. Юля Финес. Юлька Финес. Хотелось мне её позвать, но она начала творить всякую джить с бабушками, с продавщицами на рынках. И мы такие, ну нет. Ну нет. Хотели позвать, сделать выпуск о вреде наркотиков. У нас, то есть, была вот такая цель. Хотелось показать. Хорошая повестка. Но из-за того, что она совсем сошла с ума и что-то на людей кидаться начала, я такая, да ну в жопу. То есть, всё, что переходит к черту насилия, для меня too much. Любая грязнуха, секси-писи-сиси, покакали, пописали, полизали прокладки. It's ok, расскажи, почему. Мне правда интересно. А почему ты бьёшь людей, мне вообще не интересно. Ты вызываешь у меня только отвращение в таком случае. И всё, что касается вот таких вот историй, как Людмурик, бедная женщина. Ну, реально бедная женщина. Я понимаю, что... Я понимаю, что ей перепадает какая-то копеечка. Но можно... Если это копеечка того. Да, можно же копеечку по-другому заработать. У тебя взрослый сын Абобус, почему он не может... Абобус. ...зарабатывать на чём-то другом? Да, что-то старое вспомнила. Это грустно. Что-то из весёлого интернета. Да, да, очень весёлого. Дашенька, скажи, какие полы поменял? Магинар. Вообще, это легендарно. Это легендарно. Это правда легендарно. У Даши Корейки я бы тоже взяла интервью. С кайфом. Даша Корейка очень сильно изменилась. Я помню, она приходила к нам на стенку, и она прям обобела. Прям, знаешь, можно так сказать. Я прям была в шоке. Но у меня всегда возникает большой вопрос, когда я смотрю на каких-то прям людей, которые творят трэш ради просмотров. Действительно ли это стоит того? В голове это не так страшно, как в твоей. То есть, как правило, за всем этим стоит какая-то очень большая болячка в башке. Ну, нет, это понятное дело. Но просто интересно, осознают они это или нет? И насколько это вообще... Слушай, нет, не осознаю. Окей. Вот знаешь, какой главный вопрос меня всегда волнует? Ведь их смотрит молодое поколение. И вот не дай бог, правда, кто-то посмотрит, вот как, я не знаю, не знаю, как они бросаются на людей. Это же сейчас, ну, как модно, наверное, становится, я не знаю. Проблема в том, что такие появляются. И я в своих шоу стараюсь показать, почему они это делают. То есть, я стараюсь показать, смотрите, тут человек из совершенно сумасшедших обстоятельств. Какая-то сумасшедшая мама и папа. Тут какой-то диагноз стоит. Тут какой-то лютый употреб был. Какая-то вообще сумасшедшая движуха в детстве этого человека. Он нездоровый, не надо за ним повторять. Но сколько бы ты это ни объясняла, это будет происходить. И, наверное, дело всё в том, что в нашем с тобой детстве не было телеграм-кружочков. Ну, это правда. Не было. Были бы уже эти трэш-персонажи, были бы уже эти детишки, которые творят всякое на камеру. Ну, трэш-персонажи, они недолгие же. Они очень мало живут сами по себе. Они приходят и уходят. На их место приходят другие, эти умирают. Это какая-то, знаешь, путёвка в один конец. С одной стороны, да. С другой стороны, я вот думаю, появится ли когда-нибудь человечек, который будет держать свою медийность не только на каком-то диагнозе, а ещё и на каком-то таланте. Таланте. Кстати, кто, ты ещё думаешь, из медийных людей вписался в эту историю? С Молстроем? Угу. Кто ещё помогает в рекламе? Мне нравится, что у меня сейчас Артём такой, знаешь, помощь из зала. Он мне что-то шепчет, чтобы я по губам прочитала. Я нифига не понимаю, потому что я без очков. Такой, знаешь, маленький по росту. Влад Бумаг. Я не знаю. Ильда Джарахов. В натуре. Он сделал видос про Молстроя и вставил туда его лицо. Он выполнил условия этого конкурса. Конечно же, он будет везде говорить, что это не для этого, но точнее. Не мне вам рассказывать, как быстро меняются тенденции. Сегодня актуально одно, завтра другое. И успевать за всем, и хоть как-то погружаться в те или иные темы бывает достаточно сложно. Но в чём я точно уверена, так это в том, что сейчас огромное количество новых онлайн-профессий, которые нуждаются в своих профессионалах. Давайте рассмотрим на сфере, которое будет всегда актуально. Я говорю про сферу дизайна. Творческое и очень интересное направление. И ещё, кстати, очень прибыльное. И для старта не нужно уметь рисовать или знать языки программирования. И если вы сейчас задумались, где же можно попробовать себя в роли дизайнера, то я знаю одно место, где можно не просто попробовать, а даже узнать, где взять первых клиентов. И всё это абсолютно бесплатно. Школа дизайна UDAI School сейчас открывает бесплатный доступ к курсу по дизайну с личным наставником, где за пять дней вы сможете узнать основы дизайна и сделать себе портфолио из четырёх работ с живой поддержкой и разбором каждого вопроса. И это реально-нереально очень крутая возможность. Там с нуля вы освоите программу Figma, поймёте, как работать с контентом, как создавать анимацию интерфейса и разберётесь с композицией. Ну и, конечно, вы сможете брать свои первые заказы. И да, по поводу прибыльности профессии. Многие студенты уже во время обучения начинают брать свои первые заказы, а начинающие специалисты получают от 80 тысяч рублей. Просто посмотрите на реальные кейсы студентов бесплатного курса от UDAI School. Они выпустили более 7 тысяч студентов, и это правда впечатляет. И самое крутое, что вы не просто получите новые скиллы, а упакуете знания в продающее портфолио и сможете начать работать с клиентами. Вы получите максимум практики бесплатно, куратора и инструменты по заработку на реальной профессии, которые сможете использовать как дополнительный источник дохода или как основной вид деятельности в дальнейшем. Тут, конечно, решать уже только вам. И чтобы ваши навыки стали ещё более востребованными, ребята дарят каждому студенту гайд по 30 нейросетям с простыми инструкциями. И мой вам совет – не откладывайте на потом, потому что места на бесплатное обучение ограничены. Так что переходите скорее по ссылке внизу в описании и не упустите возможность забрать доступ ко всей базе знаний для старта в новой профессии с личной поддержкой от куратора абсолютно бесплатно. И да, не бойтесь пробовать новое. Бойтесь стоять на месте. Как ты вообще относишься к Эльдару Джарахову? Потому что сейчас к нему очень такое неоднозначное мнение. Потому что, знаешь, раньше он такой... У Петя Плоскова он говорил, такой трушный, я ненавижу все эти бабки, шмотки, вся херня. И как только там он... А, он говорил, что он никогда в жизни не будет писать фит с Моргенштерном. Типа это вообще фу, это грязь, это папса. В итоге он пишет трек, он общается с Моргенштерном, вообще в восторге. У него появились бабки, и он говорит только о том, блядь, сколько это стоит, как он весит себя. Ты как-то вообще вот относишься к нему? Пожалуй, самый лицемерный карлик за всю историю карликов. Сейчас на его канале сложно найти хотя бы одно видео, где он так или иначе не хвастается своими деньгами. Возможно, в нем проснулись гены предков-лепреконов. Я пробовала смотреть его подкасты, на мой взгляд, там воняет сексизмом, я об этом сказала, он мне написал такой, ну расскажи мне, где сексизм. Я такая, вот здесь, вот здесь, и вот здесь он такой. Может, ты поможешь мне? Может, ты можешь скинуть какую книжку или фильм посмотреть? Серьезно? Да, я скинула подборку, он ничего не ответил, вряд ли он что-то из этого прочитал или просмотрел, но ничего страшного, зато есть подборка. Можешь где-нибудь об этом сказать? Вот когда тебе снова будут говорить, что ты мужлан, ты можешь такой, не-не-не-не, вот смотри, 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 вот-вот-вот-вот, не надо, не надо, не надо, не говори, не клевеешь меня, не клевеешь, вот было-было-было. Ты не заметила вот эту метаморфозу? Если что, я не выражаю там какое-то свое личное мнение. Конечно, выражаю. Нет, ну, правда, ну, типа, для меня это тоже странно, я это не осуждаю, но я тоже, знаешь, я люблю читать комментарии, мне всегда это интересно, я не знаю, там, любишь, нравится тебе это делать, или нет, я просто обожаю. Я вижу, как реально ребята пишут, там какой-то пост про Джарахова у меня там в Телеграме выходит, и там всегда негативная краска, хотя к Ильдару всегда очень хорошо относилась, я там его несколько раз тоже к себе звала, что-то мы на тусовках там пару раз пересекались, всегда здоровались, болтали, то есть у меня нет никакой негативной, знаешь, какого негативного отношения. Что, несмотря на то, что мне 21, я вообще не следила за всеми этими блогерами. Я тебя начала смотреть, когда случилась пушка, я до этого не знала, кто такая Ксюша Хопова. Слава богу. Моя насмотренность в этом плане очень маленькая, и как-то я смотрела, я стримила на фит Лиды и Ильдара Джарахова, Тугар лютый, и я такая, прям в чате, я такая, чуваки, а почему его ненавидят, расскажите, пожалуйста, что именно, кто где обосрался, просто почему я его ненавижу, и я понимаю, почему интернету он не нравится. И он спиздил сценарий для клипа, по-моему. Он ко всем что-то как-то куда-то подсасывается, не подсасывается. Да, это тоже часто говорят. И вот эта история с Молстроем, для меня это выглядит как, ну, я подсосался, я подсосался к деньгам, где побольше. При этом я бегаю на гасушные шоу, и я вроде бы в России, я вроде очень люблю свою родину, и я вот для этой аудитории, я вот, ну, я за всё, что за всё можно быть, вот я за всё. Но при этом Молстроем, ну, я, короче, напрямую не могу, да, я просто гифку вот такую сделала, у него просто посередине экрана высвечивается такая картинка с Молстроем. Поэтому я к нему отношусь странненько, не знаю. Я понимаю, что каждый крутится как может, я понимаю, я не осуждаю это, но мне не понравилась история со сценарием. А что история со сценарием? Я просто... Узнает. Понимаешь, в чём дело. Ну, да, тебе не понравилось. Мне не понравилось. Когда ты слышишь сценарий, тебе нужно разбираться в чём-то дальше? Ну, вообще интересно, что у кого-то... Мне неинтересно. Я знаю, что ты только вроде как с аэропорта вообще приехала ко мне, у тебя были какие-то съёмки. Вообще, расскажи, что ты готовишь, что вообще было, что за съёмки? Я ездила в другую страну, не буду говорить в какую, потому что гость держит её в секрете. Брала интервью у госпожи Эвелин. Такая девочка интересного характера, я бы сказала. И сегодня у нас в гостях госпожа Эвелин. Здравствуй, дорогая. Привет, Анечка. Привет, привет. Давно не виделись. Давно не виделись. Со вчера. Со вчера. Со вчера. Ну, расскажи поподробнее. Слушай, там такая история, что 16-летняя девчонка стала популярной на том, что снимала прикольные липсинки. Она так очень вызывающе выглядит. То есть реснички 5D. Такая вот вся куколка. Я люблю. И всё бы ничего, если бы не всплыли кружочки, где она нюхит, где она осуждает наркотику очень сильно, никому не рекомендую. Где она нюхит, где происходит половой акт, она несовершеннолетняя, это всё расфорсилось. И девочку очень сильно захватили, хотя, по сути, ей на этих кадрах, прости господи, 12-13 лет. То есть она просто попала не в ту компанию. И ты, собственно, выясняла, что же такое произошло. Да, мне было интересно, как вышло так, что в 12-13 лет ты почему-то что-то в свои ноздри пускала, и не только в ноздри. Как так вышло? Как вообще ты начала брать интервью? Как вообще вот у тебя начался этот формат? Потому что как-то внезапно это всё у тебя началось. Потому что ты ушла с пушки. Если бы пушка не ушла в твоём лице, мы бы не делали шоу «Грязь». Ты сейчас серьёзно говоришь? Да, это была бы, во-первых, очень большая конкуренция. Во-вторых, я бы не вывозила, как человек, который берёт интервью. Потому что была ты, этого было полностью достаточно. Была ещё Ксюша Собчак, которая брала политическую историю. Сейчас появилась ещё Надежда Стрелец, которая, я не знаю, что она делает. Ну что-то она делает. А, Шихман, например. Ну у неё такое, она журналист. Она журналист, она не блогер. И она не особо берёт блогеров. Она берёт актёров театра и кино, каких-то очень больших. И у неё такая светская беседа, скажем так. Ну то есть это всё-таки не про блогерство. А у тебя был классный формат, была клёвая ведущая, но что-то в какой-то момент пошло не так. Расскажи, в какой момент? Почему? Ну что, мне денег было мало, на самом деле. Да, я везде об этом говорила. Слушай, я два года. Пушка была успешным проектом. Это понятно, по просмотрам, по гостям, которые к нам приходили. Я, конечно, имела небольшой процент с рекламы, которая была на Пушке, но это был очень незначительный процент. Так скажем, моя заработная плата не очень сильно отличалась от официальной на бумагах. Блин, это грустно. Ну, знаешь, с другой стороны, зато начался новый проект. Стенка — это охренительно крутой опыт в моей жизни, я тебе честно признаюсь. Потому что, ну, когда ты работаешь в команде, в продакшене, где 50 человек, это несколько камер, ухо, это просто незабываемый опыт. Как тебе работа с ухом? У меня всё супер, у меня нет никаких с этим проблем. То есть, знаешь, типа, я была тоже на интервью, и у ведущего было ухо, и когда меня хвалили за работу с ухом, я не понимала, в чём, ну, как бы, проблема, почему меня хвалят. Я посмотрела, как работает другой человек непосредственно в данном формате, и я осознала, что, оказывается, это, правда, не так просто, видимо, для людей, потому что я слышу, что говорят в ухо, я вижу эту паузу, то есть никакого живого диалога не происходит. А ухо как раз-таки нужно для того, чтобы вот этот диалог не прерывался, и редактор постоянно корректировал, да, ваш conversation. Давайте вот так вот выскажусь. У меня с ухом брали интервью... Брали интервью, не буду говорить, кто, я не знаю. Мне кажется, мы брали интервью на одному и тому же человеку. Я вроде что-то подписывала, просто в тот день не помню, что именно плохо читала, если честно, поэтому не буду говорить лишнего, да. И в какой-то момент я помню, как режиссёрка просто кричала в соседней комнате, не туда, не в ту сторону, не там ветвь беседы, и я такая, ой, блядь, что происходит? Очень странная хуйня. Это, конечно, очень сбивает. Расскажи вообще про свой опыт интервью. Каково тебе брать интервью? Насколько это сложно? Первое интервью было, получается, с Дашей Каплан. Это было вообще, меня вот так вот трусило, потому что, ну, это был первый опыт. Первый раз вообще села говорить что-то на камеру. До этого была камера в ТикТоке, и вообще не было плана выходить куда-то дальше. А тут я вот это вот началась. И первые интервью были по написанному сценарию практически полностью. То есть я там даже не скрывала, я сидела с этим листочком и не уходила никуда дальше, как правило. Власты, где обещаешь айфон за один рубль на Валберис. У меня вроде... Нет, есть доказательства, что у меня была эта реклама? Айфон за рубль. Сейчас уже вот на последнем интервью у нас сценарий выглядел детство, семья, поговорить про папу, про наркотики. Ну, основополагающие, да? Да, просто без вопросов. Все приходило с опытом. Не могу сказать, что это просто, особенно учитывая то, каких персонажей я для этого выбираю, потому что прикольно поговорить с творческим человеком о его творчестве. Попробуй раскрутить трешуху. Попробуй поговорить не о чем-то, кроме прокладок, писик-сисик и наркотик. Всегда нужен инфоповод, к сожалению, это правда. Да, да, да. Ну как? Блин, а другие больше никто не возьмет. Они ведь почему-то становятся популярными, почему-то на них смотрят детки и берут их в кумир. Мне интересно посмотреть почему. Какой именно момент? Но ведь, если посмотреть на твой контент в ТикТоке, который ты делала и делаешь, он тоже достаточно провокационный. Конечно, конечно. Вы родились с маткой. Весишь больше 55 килограмм, обосрут за то, что жирная. Весишь меньше 50 килограмм, дистрофичка. Большая грудь, бидоны как корова. Маленькая грудь, доска. Повезло родиться с идеальной фигурой или ходишь в зал? Обосрут за лицо. Твое лицо тоже подходит под стандарты красоты? Ну тогда обосрут за волосы на теле. А как тебе вообще пришла идея начать ТикТок именно в таком формате? Блин, не было какого-то формата, к которому я такая, да, вот сейчас так делаю. Изначально я вела Инстаграм, мне начали массово банить аккаунты. Я такая, что за хуйня? За все, что угодно. Просто, знаешь, тогда был такой период, как будто бы маленьких блогеров буквально топили. То есть у меня было очень много знакомых в окружении, у кого там 150-100 подписчиков, ну тысяч, и им сносят аккаунты. Прям вот, знаешь, типа сториз подряд 4 удаляют, на которых ничего нет. Ну то есть ничего, что нарушает правила сообщества. И я такая, да в жопу? Я пойду в ТикТок снимать. Я начала снимать туда о правах детей в школе. Я просто рассказывала детишкам, что на них преподаватели не имеют права ругаться, и не могут их не отпустить, пописать во время урока. Это набрало свои обороты. Плюс ко всему, я тогда только выпустилась из своей школы, где ко мне странно относились, относились из-за того, что я вела Инстаграм. Что-то им не нравилось. Но из-за того, что я из семьи, где мама, алкоголичка, в общем, не очень хорошо ко мне относились, мои права явно были ущемлены. Явно, очевидно. И я их начала отстаивать там. Потом я стала постарше, и как-то появились права женщин. И, честно говоря, только, наверное, лет 18, вот сейчас мне 21, я поняла то, что мой контент реально провокационный. То есть до этого мне так не казалось. Мне казалось, что всё нормально. А как появилась вот эта вот феминистическая направленность в ТикТоке? Это просто случайность? Это отчасти и случайность, и нет. Мне написали комментарии, как я отношусь к феминизму. Я записываю видос, где говорю, что феминизм актуален только в мусульманских странах, где женщин насильно заставляют носить нихабы, хиджабы и вот эти абаи. И харкаюсь в камеру в конце. Это пи***ец. Мне очень стыдно. Мне очень стыдно. Меня начинают срать неумолимо. И в комментариях, из-за того, что уже тогда собралась какая-то думающая, ну, как я могу вот её охарактеризовать, аудитория, девочки прям расписывали, почему феминизм, блядь, нужен. Я давай в интернет, я читать комментарии, я смотреть других активисток. И я такая, а, так проблемы есть не только вот в этих странах. Они вообще везде, оказывается, есть. В любой стране они есть. В любой стране, не то чтобы на уровне законов, хотя во многих ещё и на уровне закона, а на уровне социума просто эти проблемы есть. И как-то меня это зацепило, а потом я поняла, так у меня самой опыт с мужчинами не очень. Ну, то есть у меня было пережито изнасилие, у меня были побои в отношениях. По-моему, всё это реально феминизм, по-моему, как-то это связано. И вот так пошло. Помимо насилия и вообще проблем в отношениях, с какими ещё проблемами ты сталкивалась, как женщина в социуме? Ты чувствовала вот эти вот притеснения по признаку пола? Типа вот ты женщина, тебе вот это вот нельзя или не ходи туда, вот что-нибудь такого формата. В классе, наверное, в третьем. Во втором я занималась на секции бокса. Конечно же, там я с этим сталкивалась. Мальчикам уделялось больше внимания и времени, потому что мне говорили, что ты всё равно не будешь спортивную карьеру строить. Тебе же не нужно, ну, тебе не нужно отрабатывать настолько чётко. А в 18 или... Да, в 18 лет я снова пошла на бокс. Там мне попался уже очень хороший тренер, и ко мне хорошо относились. Но в целом ты занимаешься вот на этих лапах, и ты видишь, как на тебя странно смотрят. Какое-то странное к тебе отношение. В работе не могу сказать, что я с этим часто сталкивалась, потому что у меня команда женщин вокруг. Я с мужчинами работаю очень редко. Это твой принцип? Ты не берёшь работу мужчин? Это не принцип. Это просто уровень, опять же, комфорта, понимания. И нет такого, что я тыкаю в человека пальцем и такая, вот хочу с тобой поработать. Мне нравится какой-то результат, и я такая, ох, хочу с этим поработать. И, как правило, меня больше устраивает результат работы женщины, нежели мужчины. Ну и, скажем так, мне бы не хотелось сталкиваться вот с этим мужским эго в работе, с тем, что я лучше знаю, потому что я мужик. Я не хочу гневить судьбу. Ну не хочу я. Я не хочу вообще вот этого видеть. Не-не-не-не-не. Если я вот вижу хотя бы малейший намёк на какую-то придурковатость, я... Нет, не надо. Не надо. Правильно ли я тебя понимаю, что для тебя с мужчинами работать гораздо тяжелее, чем с женщинами? Не могу сказать, что тяжелее, понимаешь? Не было такого опыта в большом количестве. Был музыкальный опыт работы. Мне не понравилось. Это был мальчик-звукореж с хвостиком сальным, таким типичным, вот знаете? Звукарь такой. Да, звукарь, который... Нет, твоё видение, конечно, вообще не очень. Вот это вот лучше, вот это прикольней. Но у нас в команде есть мальчик, который пишет нам биты. Вот такой мальчик есть. Ну то есть он существует. Были как-то даже... Был самый мой любимый фотограф, тоже мужчина, Никита. Замечательный мужчина. А в твоём окружении вообще, в принципе, много мужчин? Да, достаточно. Ну сколько примерно, если в процентном, допустим, соотношении? В процентном, я думаю, 60 на 40, может быть, 70 на 30, вот так вот. Я думаю, 60 мужчин или 40 мужчин? В меньшую сторону. Женщин больше. А, женщин больше. С женщинами мне приятнее общаться, мне комфортнее, я очень такая. Мне нравится идея сестринства, мне нравится, что все мы подружки, потому что мы родились с одной... Ну, этой... Пиписькой. Мне прикольно. Мне очень интересно твое мнение насчёт того, что каждая девушка переживает в своей жизни период пикми-гёрл. Был ли у тебя такой период, какой-то, знаешь, внутренней мизогинии, может быть, что-то вот такого формата? Расскажи про это. Прям пикми, наверное, нет, потому что я не была достаточно для этого симпатичной. Вот в чём дело. А пикми-гёрл не обязательно. Чтобы это работало, ты должна очень хорошо вписываться в стандарты красоты, чтобы это действительно работало, так как ты это направляешь. Ты же хочешь чего-то добиться этим пикми-гёрл? Мне кажется, просто... Не знаю, мне кажется, что мы с тобой по-разному немножко воспринимаем пикми-гёрл. Давай обсудим. Для меня пикми-гёрл это девочка, которая как раз-таки против всех стереотипов о женщинах. Она не пользуется косметикой. Это знаешь... А мы с тобой вообще о разных женщинах говорим. Да, да, да. Пикми-гёрл это женщина... Это вы знаешь, как в песне Тайлор Свифт, где она в окно ему показывает, что я здесь, там на выпускной они идут. Я не помню, как называется эта песня. В общем, она носит кроссовки, она не носит каблуки. Она такая, знаешь, типа зубрила в очках обычно. В американских фильмах это очень часто показывается. И вот самый классный мальчик в школе начинает на неё смотреть. Она становится популярной. Вот пикми-гёрл для меня вот это. Для меня это наоборот девочка, которая... Да, я особенная. Я не такая, как все. То есть для тебя пикми-гёрл это более стереотипная женщина? Это не то, что стереотипная женщина. Это, знаешь, скорее какой-то мультяшный образ принцессы. Наверное, вот это очень подходит. Вот эти вот оленьи глазки, которые в душу смотрят. Пониженный тон, такая вот вся. Такая вся очень элегантная. За коленочку потрогает. И всё такое. Да, я дурочка. Научи меня, пожалуйста, переходить дорогу. Я не умею сама, честно. Я такая... Как ты думаешь, сейчас можно ли назвать тебя пикми-гёрл? В твоём видении? Нет. Потому что у тебя очень красивые глаза. И ты потрясающе просто сейчас изобразила. Нет, если мне нужно, у меня был как-то мужчинка, с которым я, скажем так, игралась в абьюзивные отношения. Но он первый начал. Там был повод. И я решила вы***ть ему всю душу, чтобы он просто от моего появления в своей жизни. У меня была чёткая цель. Но он меня очень сильно обидел. Он очень сильно затронул моё эго, поэтому я решила мстить. А если не секрет, как он задел? Он не изменил. Он не изменил. Я очень расстроилась. Я решила пиздать себе, чувак. То есть ты решила не прекращать отношения? Я очень хотела прекратить. Он меня караулил возле дома. Он меня буквально стал. Кирилл заваливал этими цветами, звонками, сообщениями, писал моим подружкам. Но проблема ещё в том, что он мне очень нравился. То есть я была как бы немножечко не против. Ну то есть, если бы я хотела прямо наотрез закончить эти отношения, я бы нашла, как бы закончить. Тут я, ну знаете, ну заблокировала, а потом разблокировала. Ой, как... Как неожиданно. Неожиданно вышло вот так вот. То есть доходило до того, что он такой, я смотрю, а у меня в телеге твоя аватарка появляется. Ты убрала меня из ЧАЭС. Он с другого города приехал. Ничего себе. Трава ведь. Чем в итоге закончилась вся эта история? Как ты вытолкала ему весь мозг? Как ты ему отомстила? А, я ещё раз узнала, что он не изменяет. Сняла разговор на камеру, выложила на YouTube. И недавно моя подружка с ним снова виделась. И он такой, можно я Ане напишу? Можно я всё-таки ей напишу? Он спрашивал у твоей подруги? Да. И что сказала твоя подруга? Ну не знаю, я спрашивала Аня. И что ответила Аня? И Аня ответила, ну пусть попробует. А, то есть твой план ещё до сих пор в действии, можно сказать. Нет, я бы не ответила. Я бы не хотела это продолжать. Пусть он учится, гад такой. Скажи, пожалуйста, а вот как ты думаешь, тебе больше нравятся отношения вот с этим драйвом, вот с этим вот абьюзом, вот это нестабильно, знаешь, это киношная вся картинка? Или же всё-таки ты склонна именно в данный период времени к каким-то более здоровым, стабильным отношениям? Смотри, сейчас у меня нет отношений, слава богу. Я не думаю, что они мне в ближайшее время вообще нужны, потому что я думаю, что я к ним не готова. А если рассматривать, в общем, какие у меня отношения были, конечно же, большая часть из них были абьюзивными, такими дерзкими, эмоциональными, качелями. Соответственно, я могу сделать вывод, что я сама это выбираю, так или иначе. Значит, мне это по каким-то причинам нравится. Как ты думаешь, по каким причинам? Я из очень абьюзивной семьи, меня били дома, потом говорили, что меня любят. Конечно же, это будет откладываться в моей голове. Сколько бы терапии я не прошла, это будет откладываться. Я знаю, что меня всю мою жизнь будет тянуть на совершенно полных придурков. Вот самый конченый, вот этот вот, есть какой-нибудь псих, неадекватный, который так себя и называет желательно. Я вообще это заромантизирую вот до смерти. Но это не значит, что с таким бы я стала строить семью. То есть, начиная отношения с ними, я понимала, что это не для детей, это не для брака. Нет, такого не будет. Но может же быть такое, что ты начала, условно говоря, отношения и, ну не знаю, залетела, забеременела. Нет, не может быть. То есть ты прям четко отслеживаешь этот момент? Да, четко, четко. Нет, нет, нет. Никакого, во-первых, прерванного полового акта. Нет. То, что тебе удобнее без гондона и цукеми неудобно лечить гонорею. Мне бы не хотелось этого делать. Я люблю ее. Я люблю это. Можно прям вот как удудяться в цитату, вот вы всегда вынести, пожалуйста. Нет, нет, нет. Плюс ко всему, если... Были такие периоды, что я пользовалась гормональной контрацепцией, не таблетками, а вот этими, неспиралями. Ой. Что, противозачаточные? Да, вставляется в тебя такое кольцо внутрь. Сама себе вставляешь. Женский презерватив, может быть, просто? Нет, нет. Это очень неудобно, кстати. Это очень неудобно. Даже самой женщине это неудобно. И оно выделяет гормоны. Но мне их прописывали не с точки зрения потешить мужское самолюбие. И вот я вся такая удобная. Посмотри, готова травить свой организм гормонами. Просто у меня были сильные ПМС. И я такая, да сделайте уже со мной что-нибудь. Но проблема была в том, что я вставила себе это кольцо. Прошла, наверное, неделю, и у меня давай сиськи расти. Я такая, что происходит, девочки? Так, я хочу это кольцо. Проблема в том, что ты задайся вопросом, что происходит с твоим организмом, что у тебя в 20 лет начинает резко расти грудь. Тебе не кажется это странным? Мне кажется. Я, ну, я прихожу к гинекологу и такая, ну, это что такое? Мне очень приятно, очень вкусно. А вот это, ну, почему? Мне такие, ну, понимаете, в чём дело? Они до конца как бы не изучены. Мы ещё не знаем, какие побочки могут дать женские гормоны, которые мы вам прописываем, чтобы вы не залетели. Ой-ой-ой. Ну, то есть, по сути, все вот это одеяло из побочек, которые тебе выдают, это даже ещё не всё. И, скорее всего, что-то из этого 100% случится. Господи, какой ужас. И ты прекратила это использовать. Да-да-да. Каким методом контрацепции ты пользуешься сейчас? Не еб... Это больше всего помогает, да? Потрясающе. Ты сказала, что тебя... Ты осознаёшь, что тебя всю жизнь будет тянуть к каким-то абьюзивным отношениям, потому что ты из абьюзивной семьи. То есть, я правильно понимаю, что ты думаешь, что проработать как-то этот сценарий, да, чтобы в него больше не попадать, невозможно? Нет, проработать его возможно. Я замуж выходила за самого спокойного человека в моей жизни. То есть, для семьи и для детей я буду выбирать мальчика такого, не мальчика, а мужчину, скорее всего, старше, чем я, который будет очень уравновешенным, спокойным, такой весь. И тратиться на стороне, да? Ну, всякое возможно... Нет, нет. Если прям для детей, для семьи, то нет. Нет. Я думаю, что к тому моменту я уже утихомирюсь. Я нагуляюсь, и она это... Как ты думаешь, сколько времени тебе нужно, чтобы нагуляться, утихомириться? Ой, я думаю, что до 25 лет от меня вообще ничего серьезного, прям такого ждать не надо. Ну, я мальчиков и не обманываю. Я вступаю с ними в отношения, не говорю, что да, до ЗАГСа дойдем. Ну, нет, скорее всего, нет, чувак. Ну, то есть, у тебя все-таки сейчас, несмотря на то, что у тебя нет отношений, у тебя все равно есть какие-то интрижки, какие-то романы и так далее и тому подобное. Правильно? Всякое может быть. Всякое может быть. Хорошо. Вернемся, собственно, непосредственно к твоей профессиональной деятельности, твоей творческой деятельности. Ты начинала с ТикТока, сейчас у тебя интервью, и вообще у тебя достаточно обширная, так скажем, деятельность, в принципе, которой ты занимаешься. Насколько это вообще сложно, перейти с ТикТока на Ютуб? Слушай, это было суперсложно, потому что, когда ты умеешь открывать рот под музыку, это все твои навыки, и тут ты начинаешь что-то делать дополнительное. Наверное, меня спусло то, что я делала много разговорного контента, то есть, по сути, большая часть моего контента, очевидно, была разговорного характера, и сначала это были минутные ролики с очень большим количеством пауз и, ну, стопом. Потом это были минутные ролики с двумя стопами, а потом на минуту я говорила напрямую. И то есть я себя, ну, по сути, тренировала этим. Потом, слава богу, в ТикТоке появилась возможность трехминутного контента, там я тоже тренировалась. И это как-то еще облегчило мою задачу. Но в целом все равно это сложно. То есть разбираться в технике, разбираться со звуком. Слава богу, я делаю это все не одна, и есть люди, которые в этом разбираются лучше, чем я. Но все равно не интересоваться этим у тебя не получится. Это невозможно. Потом еще и музыка. В какой-то момент меня поставили в микрофон, и теперь читаем рэп. Ну, то есть это не была твоя идея, не твое желание творческое? Мое творческое желание изначально было делать совершенно другой музыкальный формат, но потом я поняла, что я не хочу. А к чему у тебя лежала душа изначально? Лежала к очень лютой альтернативе, но это довольно быстро закончилось. Потом я такая, блин, нет, хочу, хочу как Нюша. Ну, хотелось мне как Нюша, ну, было, что ты на меня... Да все хотели как Нюша. Да, прикольно она, вот это, ой-вой, на луну. Да, я хочу лететь еще выше. Выше, да, хотелось. А тут я такая, да, можно и никак Нюша. Давай рэп. И мы сделали рэп. Ну, тоже первый трек был, ну, с Аниной прям жесткой. Тебе не нравится? Нет. Какой твой самый любимый трек из всего твоего творчества? Сейчас. Попытка номер пять хорошо звучит, и я люблю дагов и абхозов, и сетинов, и чеченов. Я обожаю этот трек. Это крутая песня, она мне очень нравится. Кстати говоря, сегодняшний выпуск мы снимаем в секретном лаунже в самом модном районе Москвы на Патриках, в Шишка-лаунж. Тут какие-то невероятно вкусные коктейли и паназиатская кухня. Вся съемочная команда, включая меня, остались в полном восторге. Ну, а дымные кальяны, это, конечно, отдельный респект. Так что я очень рекомендую вам это место. Адрес ищите в описании. Я хочу еще также поговорить про твою общественную деятельность, если можно так сказать, потому что у тебя есть бот в Телеграме, где ты помогаешь людям, девушкам. Расскажи вообще, как к тебе пришла эта идея в голову? Ох, как она пришла в голову. Они раньше писали в личку, в большие количества. В личке тяжело это разгребать. Плюс ко всему в личке интерфейс не такой удобный. Плюс ко всему в какой-то момент люди ушли с инсты и поддерживать с ними коммуникацию. И там стало довольно сложно. Тут мы такие, вот, Телеграм-боты, все делают. По-моему, это была идея, взятая с Ксюш Кати Коносовой. Катя Коносова. У нее есть вот этот проект Шмеля. Я такая, может быть, мы сделаем то же самое, только нам не нужно проверять маски для лица или просроченные яйца. Мы можем на чем-нибудь другом. Мы можем как раз-таки поговорить с жертвами и связываться с ними. И в Телеге это стало намного удобнее. То есть как будто там люди привыкли к интерфейсу, поэтому появился бот. Откуда у тебя возникло желание такое прям помогать людям? Просто, не знаю, у меня есть такая мысль, что, может быть, ты это делаешь, потому что тебе самой не хватило вот этой защиты в детстве, когда ты в ней нуждалась, вот что-то такого. Как ты думаешь сама? Ну, отчасти и это, потому что действительно в моем возрасте, когда мне было это необходимо, мне вообще-то ничего не вылезло, не, все очень красиво. Смотрите, а то я могу показать одну сисечку. Бывает у меня такая, вот это вылетает, вот пожалуйста за ней следите. Может быть такое, может быть такое. Мне действительно самой не хватало какой-то поддержки и решения моих трудных ситуаций в подростковом возрасте. И не то, что есть желание помогать, нет возможности отказать, когда тебе пишут так в больших количествах. То есть раньше, когда я была еще несовершеннолетней девочкой, мне писали еще только в Инстаграм с какими-то такими тяжелыми ситуациями. Я писала там, я связывалась там, я отправляла деньги на лечение, на обследование, на транспортировку, чтобы доехать до какой-то больницы после изнасилования. К сожалению, и такая дурь была. И когда ты видишь такие сообщения, бля, как ты не ответишь? Ну, типа, как ты можешь не ответить? Ну, многим блогерам пишут очень много просьб, и они, например, не отвечают. Многим, но не в таких количествах. Дело еще в количестве. Дело не в том, что я особенно такая жертвенная сижу. Я поднимаю настолько острые темы, и мне пишет очень острая аудитория, скажем так, в больших количествах. И игнорировать это полностью, да у тебя не получится. Ну, не получится у тебя от этого взять и абстрагироваться, к сожалению. Есть ли у тебя какая-то цель в общественной деятельности? Ну, типа, вот то, куда ты стремишься? Я очень хочу свой фонд. Хочу свой фонд помощи жертвам домашнего насилия. Очень хочу, очень хочу. И какие сроки ты себе ставишь? Я думаю, что многие вещи будут сделаны за этот год, и уже в следующем году можно будет говорить о чем-то более конкретном с точки зрения юридических вопросов и с точки зрения государственной сферы, потому что я считаю, что не получится у тебя открыть фонд помощи жертвам без поддержки какой-то государственной сферы, потому что это все еще полиция, это все еще прокуратура, это все еще юриста, это даже больницы. И на это, во-первых, нужны деньги, на-вторых, нужны контакты каких-то людей, которые умеют этим заниматься, и в-третьих, нужна очень большая команда, которая будет готова выезжать за пределы Москвы. Сколько сейчас человек над этим работает? Сейчас... Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Примерно восемь человек. Но это примерное число. Кто непосредственно оплачивает это все? У тебя есть какой-то спонсор? То есть, или это все твои личные средства? К сожалению, у нас пока нет спонсора, но мы будем очень рады спонсору. Ты сказала, что тебе поступает огромное количество... И поступало, и поступает огромное количество историй, и девушек, которые обращаются к тебе за помощью. Можешь ли ты поделиться самыми яркими историями, которые запомнились лично тебе, которые тебя прям, вот, знаешь, за душу затронули? Первое случилось. Первое, наверное, потому что она была первой в целом, кому я помогла. Мне было лет шестнадцать, пятнадцать, может быть. Мне пишет девочка, ей было в районе двенадцати-тринадцати лет. Ее изнасиловали в заброшенном здании. Она жила в поселке городского типа. Она шла со школы, с дополнительных, поздно вечером. И в какой-то момент она просто просыпается на заброшке и понимает, что, ну, ее настигают. И она вырубается снова. Она просыпается вся в побоях в синяках, в том же самом месте. Спасибо, что живая называется. Пришла домой, рассказала маме-папе. Ей не поверили, сказали, что выдумываешь. Мама... Я не знаю, чем мама там вообще руководствовалась. У меня было очень много вопросов. К тому моменту я еще не знала, что можно обращаться еще и в органы опеки. Хотя, наверное, стоило. Просто тогда я сама не знала об этом. Девочка написала мне, поделилась историей, поделилась с фотографиями, скажем так, что я понимала, что с ней произошло. Она не выдумывала. Я такая так. Ну, тебе нужно в больницу как минимум. Она такая. Мне больно сидеть. Мне больно сидеть. И первое, что я спросила, это было... Ты можешь вспомнить, это было с презервативом или без? Она говорит, я не помню. Если я не помню, ответ очень плохой. Ну, значит, скорее всего, без. Я девочку отправляю в больницу. К сожалению, это было уже больше суток прошло. Она уже была в ванной. То есть написать заявление, да это могли бы сделать только ее родители. К сожалению, все это действительно смылось. И человек, который это сделал, по вине родителей в том числе, остался безнаказанным. И где-то сейчас гуляет по улицам. Господи, какой ужас. И девочке была оплачена медицинская помощь. То есть она доехала до больницы. Я платила ей такси. Медицина у нас бесплатная, поэтому обследование гинеколога она прошла бесплатно. Но антибиотики были выписаны. И еще какая-то дурь, типа свечек. В общем, вот всякая такая история. Ей сделали УЗИ, сделали осмотр, взяли кровь. Почему эта история очень яркая? Потому что спустя, наверное, дня три эту историю у нее в Инстаграме, видимо, мама пошарила в телефоне, увидела вот эту переписку. И мама начала записывать мне голосовые сообщения с угрозами, что она меня посадит, потому что я там во что-то вовлекаю ее несовершеннолетнюю дочь. Я сижу и думаю, дура ты, еб... У тебя несовершеннолетний ребенок пришел к тебе и сказал, меня вот там вот вы... Мне, кстати, 13. По-моему, это не окей. По-моему, все очень плохо. И ты ничего с этим не делаешь. И не было такого, что я в этой переписке как-то оскорбляю родителей. Мне вообще фоны во все равно. Я больше... Другие вопросы меня в тот момент интересовали. Но насколько я знаю, с этой девочкой сейчас все в порядке. Очень давно мы не списывались, но спустя несколько месяцев я поинтересовалась, все ли хорошо. И повторно сдала анализы, с ней все в порядке. Как ты думаешь, что можно сделать, чтобы вот таких вот ситуаций происходило меньше? Ну, во-первых, воспитывать мальчиков все-таки нормально. И объяснять мальчикам еще с самого детства, что очень важно не относиться к женщине как к куску мяса. Во-вторых, учитывать факт того, что есть люди, которых невозможно воспитать. Ну, есть конченые социопатики, которым ты ничего не... Ну, не внушишь ты им, что человек это человек, а не кусок мяса. Нужно ли как-то на ранних стадиях понимать, что человек обладает социопатией? Как это сделать? И что вообще дальше непосредственно с этим? Конечно, нужно. Ты сидишь, ты мама или папа. И все-таки не хочется, да, спихивать ответственность только на женщину. Папа тоже, здравствуйте. Вы бы тоже занимались воспитанием своих детей. Не только женщина должна воспитывать ребенка. Ты сидишь и понимаешь, что у тебя ребенок странный, он булит одноклассников очень сильно, дерется бесконечно, возможно, бьет тебя. И ты понимаешь, что ну что-то с эмпатией у него вот странное. Не понимает он, когда людям вокруг него больно и обидно. У него какие-то странные наклонности насильственные. Ну, отведи ты его к психиатру, не думай, что это перерастет. У меня у самой все это было. Я не булила никого, но наклонности были странные. Я сама себя отвела. Слава богу, помогло. А могло не помочь? Какие именно наклонности у тебя были? Слушай, во-первых, мне было очень тяжело коммуницировать со сверстниками. То есть у меня всю школу практически не было друзей и подружек. Они заводились у меня не по принципу мы в одном классе и будем подружками, а по принципу каких-то общих интересов. И то я не могу сказать, что это была близкая дружба. То есть первый звоночек. У вашего ребенка нет друзей. Это странно. Почему? То есть если он сильно ничем не выделяется из общества, из этого, почему? Второе, это... У меня была дача. Там возле сарая стоял металлический страшный стол. Папа у меня был врачом, поэтому у меня было очень много скальпелей, зажимов разных. В открытом доступе, в свободном. Да, да. У меня интересная семья. Это меньшее, что было в моем открытом доступе. Меньшее зло, я так понимаю. Меньшее зло. Это действительно меньшее зло. И в какой-то момент мне почему-то очень нравилось рачать и препарировать лягушек, тараканов, змей, ящериц. Ну почему-то твоему ребенку это нравится. А мне было лет 10, ну 8, может быть. Аж глаз задергался. Вот настолько неприятно вспоминать. И, ну, конечно же, так не должно быть. В тот период, безусловно, я не осознавала, что я делаю кому-то что-то больно, что это неправильно, что у этого есть какая-то моральная составляющая. Ну, то есть тогда тебе казалось, что это нормально. Мне казалось, что все в порядке. Мне было весело и интересно. Меня не возбуждал вид крови. Спасибо, на этом я не выросла маньячкой. Но это странная наклонность. И мои родители ее полностью игнорировали. Полностью. Плюс ко всему, ну, я росла в насилии. Если ребенок растет в насилии, 100% будут проблемы с психикой. 100% они случатся. О том, что ты препарировала лягушек, там, тараканов, ящериц, ты с кем-то делилась об этом? Или это оставалось исключительно твоей какой-то личной... Нет, я в какой-то момент, лет, наверное, в 11, мне приснился очень страшный кошмар, что я в окружении насекомых. Я перестала это делать. Ну, то есть я очень сильно просто испугалась. Реально. На той же самой даче мне это приснилось. Ужас. И поделилась я этим уже со своей психотерапевткой. Она такая, все в порядке. Если у тебя не было чувства возбуждения на кровь, ты не маньячка, ты не будешь резать людей. Но это странно. Ты странненькая, да, смириться этим. Но это лечится. Ты сказала, что твои родители игнорировали этот факт. То есть они по факту знали об этом. Конечно. Ты что? Они это видели своими глазами? Да. И какая была у них реакция? Никакой. Ну что, они говорили, Аня, пойдем кушать? Да. И у тебя лежит труп в лягушке. У меня семья тоже странная. Тут нужно это учитывать. Не кажется ли тебе, что твои вот эти вот, так скажем, социопатические, да, ведь, наклонности? Я бы сказала, что они скорее психопатические. Изначально мне моя психотерапевтка сказала, что да, у тебя сильно развит психопатический спектр. Но не так, что у тебя полностью утеряна эмпатия и какая-то сильная тяга к насилию. Нет такого? Ну, вот эти вот психопатические наклонности связаны не потому, что действительно у тебя какие-то отклонения, а просто потому, что действительно у тебя, я знаю, что пила мама, и в деструктивной семье очень сложно вырасти нормальным. Во-первых, это в том числе гены. Если разбираться, уходить уже совсем в древле психиатрии, то 50% зависит от твоей генетики. То есть у тебя в семье должны быть такие люди с такими диагнозами, как социопатия, то есть это какие-то убийцы-середники. У меня такие есть. У тебя должны быть люди с диагнозом шизофрения, например. То есть это тоже сниженная эмпатия. У меня тоже такие есть. У тебя должны быть алкаши, пьяницы и наркоманы. У меня тоже такие есть. И общая атмосфера. То есть чтобы этот ген именно заработал, действительно заработал, должно что-то происходить. У тебя постоянно должно быть потеряно чувство безопасности, и почему-то твоя голова должна выстраивать эти психологические защиты. Только в том моменте это будет работать. У меня просто совпало и то, и то, но меня действительно очень сильно спасла моя ранняя психотерапия. Если бы не в 16 лет на первые деньги я пошла бы, не знаю, по клубам и начала бы нюхать всякие штуки интересные, как это делали мои сверстники. Я думаю, что я бы сошла с ума. Думаю, я бы стала совсем ненормальной. А так я чуть-чуть. Сейчас ты занимаешься чем-то таким, ты прослеживаешь за собой какие-то такие странности, может быть, что-то такое? Сейчас я понимаю, что у меня, очевидно, снижена эмпатия. Да, это есть. Мне тяжело сопереживать и сочувствовать. Я эмоционально никому не подключаюсь. Если я это делаю, то я это делаю только когнитивным способом. То есть умственно я думаю, почему человеку вот сейчас больно? Почему ему тяжело? Как бы мне выйти с ним на какой-то диалог? Это, да, это есть. У меня снижено чувство какого-то страха. Это тоже есть. Это тоже не очень хорошо. Но у этого есть обратные стороны. Позитивные, очевидно, у этого есть вторичные выгоды. И это не заходит до, ну знаешь... Нет у меня такого, что я сижу и думаю, бля, порнуть под человека ножом. Слава богу. То есть такого не происходит. Нет, такого нет. Но это больше тебе помогает в жизни? Или это всё-таки... Конечно, помогает, потому что в моей какой-то деятельности очень важно оставаться спокойной в экстренных ситуациях. А это буквально то, что тебе даёт вот эта вот история. Ты суперспокойна, что бы ни происходило. Чем более благоприятная для меня атмосфера, тем некомфортнее мне в ней будет. То есть тем больше я буду думать, так, что бы сделать? То есть это какое-то невротическое расстройство, да? Ну, наверное, наверное, наверное. Ну, я не скажу, что прям расстройство. То есть мне может быть комфортно. Просто в критической ситуации я более собранная и спокойная, нежели остальные, нежели здоровые. Но при этом ты способна понимать эмоции других людей. То есть что грустно, досадно и так далее. Просто стало интересно, потому что ты берёшь интервью, и это же очень важная составляющая, понимать, чувствовать гостя. А мои гости — это вообще другие люди, это совершенно другие эмоции. Ты вообще не понимаешь, что там в голове. Во-первых, у них другая мимика. Ну, чаще всего. Ну, что ты подразумеваешь под другой мимикой? А, слушай, тебе выдают странные реакции. Ты разговариваешь о чём-то драматичном, а тут вот в какой-то момент вот такая вот хуйня началась. Или был у нас мальчик, который в какой-то момент сидел вот так вот, смотрел в камеру. И что это, блядь, такое? Как с тобой нахуй разговаривать? Это что за прикол? Но, наверное, в каком-то смысле то, что я воспринимаю все эти эмоции на когнитивном уровне, меня очень выручают. То есть мне с ними как-то попонятнее. Но мне и со здоровыми людьми достаточно понятно. Со здоровыми тоже понятно. Ну, конечно, конечно, конечно. Просто всё это вырабатывалось искусственно. Это в 16 лет я пришла, я начала писать эти дневники эмоций и чувств в больших количествах. Очень долго это продолжалось. Там было очень много саморефлексии. Я себя насильно заставляла понимать, что я чувствую. То есть у меня раньше был спектр эмоций. Либо мы очень сильно грустим, и у нас истерика, которая не заканчивается на протяжении двух-трёх часов. Либо мы вообще ничего не чувствуем. Вообще ничего, пусто, пусто. Ещё один у меня вопрос по поводу твоих гостей. Ты говоришь, что у тебя они совершенно другие. Гости с такими особенностями. Кажется, тебе интереснее, чем обычные? Почему? Я думала, что я пойду вообще на психотерапевта или на психиатра. Скорее, прямо на совсем психиатра разбираться с вот этими поехавшими кукушками. То есть тебе это интересно? Да. Тебя это привлекает? Да, да. И в итоге... Но ты не пошла? Нет. Я поняла, что, во-первых, я не высижу в медицинском. Я не высижу. Я такая неусидчивая. Мне так тяжело даётся учиться именно вот спокойно. Узубрить вот это всё. Не могу. У меня очень рассеянное внимание. Мне тяжело-тяжело. Я бы не стала хорошим врачом, скорее всего. Почему ты так думаешь? Я бы не отучилась хорошо, понимаешь? Такую сферу, если ты идёшь, ты должна быть поглощена этой наукой. Иначе ты будешь хуёвым врачом. Это такая сфера, вот куда только так. Плюс ко всему, мне кажется, что я бы устала в какой-то момент пропускать это через себя. А интервью — это ты их не лечишь. Ты их узнаёшь. Ты узнаёшь, какие они внутри. Ты узнаёшь, какие они за кадром, какие они в кадре. Ты узнаёшь, какие они в кадре, но когда они забыли, что они в кадре. Тоже это всё очень интересно. У меня есть прям очень большое любопытство к этим персонажам. Ты знаешь, я бы очень хотела с тобой обсудить недавнюю историю, так как ты вообще занимаешься всеми вот этими историями про насилие, помогаешь девушками. Совсем недавно прогремела ситуация, когда девушка рассказала о том, что очень знаменитый художник из Петербурга изнателил её, будучи... Накурил её, изнателивал, сфотографировал и потом шантажировал. Ты слышала об этой истории? Нет. И мне вот интересно. Просто чтобы понимать, как работает твой бот, как вообще вот вся твоя система вот этой общественной деятельности и помощи работает, вот если бы девушка написала тебе такую историю в бот со всеми скринами и так далее, и тому подобное, какие были бы твои действия? Ну, если бы мы эту историю увидели, потому что, честно скажу, там сидят и менеджеры, и я сижу, и некоторые истории мы пропускаем, потому что есть более срочная ситуация. То есть, да, то, что ты описала, это безумно страшно, но ещё есть женщины в регионах, в которых пиздит муж. И, к сожалению, это будет приоритетной историей. Как ты можешь помочь женщине, которая бьёт муж? Обратиться в прокуратуру, дозвониться до регионального человека, который занимается правами человека. Но у нас же нет закона о домашнем насилии. У нас обычно же говорят, типа, вот убьют, приходите. У нас, он был, кстати, у нас был закон о домашнем насилии. Его принимали. Проблема в том, что когда женщина писала это заявление, мы говорим сейчас не про Москву и про Питер, больше всего домашнего насилия не тут, а в регионах. Соответственно, этот закон был сделан больше именно для регионов, нежели для Москвы и Петербурга. И выходит такая ситуация, что женщина пишет заявление, мужика закрывают. Всё, там была графа о том, что его должны где-то упрятать. То есть должна быть неприкосновенность. Вот это вот. Она через неделю приходит и забирает заявление. Массово было вот так. Потому что женщины вели быт. У женщин дети. Финансово она от него сильно зависит. Чтобы принимать такие законы, которые ограничивают мужчину проживание дома, вхождение на работу. То есть вот он сидит в этом изоляторе. Отлично, супер. Ей на что кушать? Ей чем жить? Я понимаю, почему они забирают заявление. Я понимаю, что они делают это с полным пониманием того, что они сейчас снова столкнутся с этим насилием. Но что им делать? У неё там трое-четверо детей. Куда ей себя девать? Эти заявления забирались. Соответственно, люди такие так. Ну, что-то другое надо придумывать. Как эта проблема решается? Женщины должны немножечко больше думать о своём образовании. Немножечко думать о своей карьере. И меньше зависеть от мужчины. Чтобы когда он её бил, она могла полностью от него отстраниться. А не возвращать его обратно в свою жизнь из-за денег и финансов. Назови топ-3 самых мерзких людей в медиасфере. Которые вот прям мерзопакостные, мерзопакостные. Ну, давайте начнём с Калагривова. Он прям топ-1. Да, очевидно, очевидно. Поправь меня, как зовут мужика, который ведёт битву экстрасенсов? Я забыла. Башаров. Марат Башаров. Почему человек в России может избить жену на кухне? А потом... Он, по-моему, всех своих жен делал. Причём говорил... Нет, ну вы знаете, это отличается. Это не побои. Это так. Пощёчины на кухне. Это другое видит себя. Нет, по поводу Марата Башарова, конечно, очень много лет уже. Большие вопросы. Я не понимаю, почему. Почему он до сих пор там? И он играет в кино. Да почему? Так, хорошо. Марат Башаров и... Так, знаешь, мне не очень нравится Прилучный. Мне раньше нравилось смотреть с ним особенно в детстве фильмы, но после вот этой истории, где он поднимал руку на свою жену и мать своих детей, где он потом всё это выкручивал у себя на интервью так, что ну она же женщина, она просто очень эмоциональная. Не хуй по себе. Ты ей по***ю удал. Конечно, она эмоциональная. Давай тебе попробуем. Давай посмотрим, насколько ты будешь возмущён этой ситуацией. У тебя прям триггерит, да, когда тема заходит про именно физическое насилие в отношениях? Да, да, да. Меня это очень бесит. Как это происходит? Тебя откидывает в свой вот этот опыт, который ты пережила? Или что происходит в твоей голове? Меня просто очень бесит, что мужчины действительно думают, что они могут себе это позволить. То есть они считают, что мужчины, которые это делают, они не сомневаются в своей правоте. Они уверены, что они могут так поступить, потому что перед ними женщина. Но при этом будет перед ними мужчина, они так не поступают. Что-то я не видела, что Марат Башаров мочится с экстрасенсами, которые ему хамят на съёмки. Не было такого. Удивительно, почему? Что нужно такое сказать Марату Башарова? Что ему говорили его жёны? Вот каждая. Как так происходило? Что там за фраза такая? Точка невозврата. Вот сейчас ты получишь по лицу. А как ты считаешь, женщина имеет право поднимать руку на мужчину? Нет. А если она подняла, можно ли ударить женщину в ответ? В целях самообороны, конечно же, да. Прямо ударить. Если за тобой бегает женщина с ножом, да, желательно выруби её. Ну, что ты ещё можешь с этим сделать? Если ты защищаешься, если ты защищаешь свою жизнь, конечно же, да. Неважно, кто перед тобой, если человек на тебя нападает. Но если мы говорим о том, что женщина дала пощёчину, а я её вырубил, это немножечко странно, потому что ты отвечаешь человеку, который физически сильно слабее, чем ты. И, на мой взгляд, если речь идёт о каких-то пощёчинах и так далее, лучше просто сказать, дорогая, иди, иди лечи свою больную голову, пожалуйста. Иди, разбирайся со своими тараканами. Почему ты считаешь, что я человек, который может такое стерпеть? Или на что ты рассчитываешь? Может быть, рассчитываешь на то, что у нас сейчас будет драма, драка, как в кино, потом секс, и вот так вот круто и здорово. Но нет. Ты просто пойдёшь. Не то, не то, не окей. Но если мы говорим о том, что бывают же ситуации, когда женщины действительно нападают, бывают. И в таких случаях... Ну, было бы странно, если бы я сказала, нет, ты должен стерпеть. Терпи. Был ли у тебя опыт когда-нибудь, что ты позволяла себе поднимать руку на мужчину? Нет. Никогда? Только в ответ. Я расскажу. Нет, нет, не только в ответ. Слушай, я тебе сейчас соврала. В пубертатном возрасте, знаешь, ну, 13-14 лет, да, было. Но в осознанном возрасте ты никогда себе это не позволяла? Нет, 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 нет. Знаешь, я получала достаточно много раз по лицу от мужчин, что я знаю, что может пролететь в ответ. Я не готова. Это игра, которую ты, если начинаешь, ты ее больше никогда не остановишь. Если ты начнешь ее первой, ну, все. Ты пересекла ту черту. Если с тобой после этой черты остались в отношениях, задайся вопросом, почему ему это понравилось? Почему он с этим согласился? Ты бы с этим согласилась? Я бы нет. А почему он согласился? Почему для него это не значит, что пора закончить отношения? Что тебя ждет дальше? Давай подумай. Ничего хорошего. Что бы ты посоветовала зрителям, которые сейчас смотрят наш с тобой выпуск, которые подвержены насилию, дома которых бьют? Что делать в такой ситуации? Какое, вот знаешь, главные пункты. Бьют ты, имеешь в виду, дома, родители или мы говорим о взрослых женщинах? Потому что это все-таки две очень разные ситуации. Я говорю, наверное, скорее о взрослых женщинах, которые подвергаются насилию непосредственно в отношениях. Я вам очень рекомендую рассказать об этом своим подругам, своей семье, обратиться в правоохранительные органы, но в первую очередь обратиться к своему близкому окружению. Перестать его от себя отталкивать, потому что, как правило, если женщина находится в абьюзе, она чаще всего отталкивает свое окружение близкое, потому что, ну, почему-то окружению не нравится ее йобик, который ее бьет. Странно. Давайте подумаем, почему. Да. Рассказать об этой ситуации и моментально взять свои шмотки и съесть подальше. Не надо пытаться никого вылечить. Это не лечится, к сожалению. А что делать, если он начинает тебя преследовать? Переезжать в другой город, писать заявление, просить помощи у близких. Ты достаточно открыто рассказываешь о своем негативном опыте в жизни. Ты очень открыто говоришь о своей семье, о своей маме. Это, кстати, вид терапии. Мне это посоветовала моя психотерапевтка когда-то, что чем большему количеству людей ты будешь об этом рассказывать, тем быстрее тебя отпустят. Я хотела тебя спросить, что получается, что ты взрослый ребенок-алкоголика. Осознаешь ли ты это и каково это быть им? Да, осознаю. Ну, во-первых, был период, когда я очень боялась пить алкоголь в целом. Мне казалось, что я сразу стану зависимой, а потом до меня дошло, что, ну нет, существует эти стадии алкоголизма, и я не пропущу их. Это невозможно. Ты уверена в этом? Да. Во-вторых, если касаться именно моих отношений с алкоголем, они очень лояльны. У меня есть похмелье, оно ярко выражено. То есть у людей, которые именно в зависимости, его нет. Пью я раз полгода, иногда в год. Но, как правило, если я нажираюсь, то я нажираюсь. И, как правило, я пью с целью набухаться и творить хуйню. Как правило, это сегодня мы на эпатажном. Сегодня мы творим гадости всякие, ерести. Но я осознаю, что у меня по-любому есть склонность к зависимости. Но ты находишься в такой рэп-тусовке всё-таки, да? Сложно ли себя сдерживать, так скажем, от этого? У меня нет в окружении людей, которые при мне не уходят. Более того, у меня нет в окружении людей, которые в целом это делают. Я вот сейчас... Но только если они это скрывают. То есть это происходит где-то за закрытой дверью, и ты об этом не знаешь. Нет, нет, нет. Я ни разу не находилась в плане... В сознательном возрасте я не находилась в ситуации, где при мне что-то употребляют. И я бы не хотела. Ну, нет. Да вдруг ты откинешься. Сейчас приедут менты, а вдруг нас накроет ОМОН. Я как буду объясняться? Пописываю в баночку, скажу, что не употребляла. Но я была здесь. Зачем мне эти риски лишний раз? Ты тревожишься, в общем, Конечно, конечно. Нет, 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 нет. Мне не нужны такие проблемы. Зачем мне это? Ты сказала, что когда ты выпиваешь, ты становишься очень такой дебошной, такая вся на драйве. Нет, я не дебошная. Я просто очень весёлая. Я, наоборот, всех очень люблю. Ну, у тебя бывают какие-то пьяные выходки? Да, но они смешные. Типа, я признаюсь людям в любви, я лезу обниматься, я говорю, Ксюша, спасибо тебе большое. Ты лучший человек, с которым я знакома. То есть это вот в такую мы уходим историю. Мне нравится петь, танцевать, иногда на столе, когда я выпившая. Ну, то есть это... Я просто становлюсь весёлой. Утром мне так плохо и так погано. Когда у вас была вот эта вот ситуация скандальная в Таиланде с, по-моему, Дашей Каплан и Лизой Мадрид, там же у вас, по-моему, был какой-то скандал, если я... Лиза Мадрид, ну да, да, в том числе. Да, 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 да. Расскажи, в каком состоянии вы были? Вы были подвыпившие? Нет. Это всё происходило... Мы говорим про какую именно ситуацию. Там было два конфликта. Ты какой хочешь обсудить? Я хочу вообще обсудить на самом деле все, потому что мне бы очень хотелось узнать, что в итоге, как это всё закончилось и в каких вы отношениях сейчас. Помирились ли вы? В обеих ситуациях я была трезвой. В обеих. В истории, где была история с дракой, все тоже были трезвыми, кроме Виолетты, к сожалению. Расскажи поподробнее для тех, кто не в контексте ситуации. Ты знаешь, я недавно подписалась на инстаграм Виктории Бонни, и она там рассказывает про энергии, про материю, да, знаешь, и она постоянно говорит о том, что вот о чём ты думаешь, то и материализуется в своей жизни. Я не хочу, чтобы это материализовалось в моей жизни, поэтому мы не будем это обсуждать. Только как это может материализоваться, если это уже произошло? Этих людей в моей жизни больше нет. То есть вы больше не общаетесь? Мы больше не общаемся. Ты не общаешься с Дашей Каплан, с Виолеттой? Нет. Именно после этого инцидента? Нет, не после этого. А если не секрет, что между вами произошло? Я говорю, буду думать, говорить, да, и как материализуется в моей жизни снова будет эта история. Ну что, ты думаешь, сейчас Даша Каплан с Виолеттой что-то зайдут? А вдруг? А вдруг? Нет, 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 не дай бог, не надо мне этого, не надо. Я как Виктория Боня, да-да-да. Тоже сейчас поедем на подтяжку в ЛАИ. Да? Красивые зато будем, как лисички. Лиси глазки сделаем. Блин, на самом деле мне понравилось, что ей сделали с лицом. Ну первое время, конечно, было очень стрёмно, что она на Монголу реально была похожа. А потом она сходила к Басте, я посмотрела, и я так, ну неплохо. Мать четырёх детей хотят посадить на 16 лет. Я говорю, Костянка, ты бросишь своего ребёнка через год, пока не бросай, ты можешь себе позволить носить дешёвые вещи. И не позориться, и не стесняться этого. Ей ещё же, ей сильно за 40. Она вообще не выглядит. А кто-нибудь знает, сколько ей лет? По-моему, ей 45. Что-то такое. То есть она очень хорошо выглядит. Извини меня, я в 44 буду выглядеть хуже. Я осознаю. Почему? А ты не поедешь на путь, а ты не используешь филеры? Нет, филеры нет, потому что мне... Ну я знаю то, что всё это гиалуроновая кислота, и это значит, что она притёгивает влагу. Я и так очень сильно отекаю. Просто потому что, я не знаю, я сильно отекаю. Может быть, у меня что-то с почками? Нет, нет, нет. Есть люди, склонные к отёкам, я просто такая же. Вроде у меня всё норм было по моим диспансеризациям. Вроде здоровая. Но я очень сильно отекаю. То есть я реально выпиваю на ночь стакан воды, я просыпаюсь, как будто я бухала. А я не бухаю, я просто пью воду. И я понимаю то, что если я сделаю себе филеры, к ним будет мигрировать жидкость, это значит, что я буду ещё больше отекать. Плюс ко всему, мне не нравится в современной инъекционной косметологии то, что она не до конца изучена. То есть всё ещё мы не даем никаких гарантий. История с тем, что филеры выводятся спустя год, неправда, потому что были приведены исследования, которые показывают, что спустя даже 10 лет филер остаётся. Это ненормально. Ну и плюс ко всему, там такая история, что ты подкалываешь губки, у тебя чисто визуально появляется больше носогубка. Ты хочешь её тоже заколоть. Делаешь носогубку, тебе уже не нравятся твои скулы, потому что они менее рельефные из-за того, что здесь больше обмена. Ну это нескончаемая история. Ты вкалываешь вот здесь, потом вот здесь, потом лоб. Ну не хочу. Мне кажется, в 21 год очень рано вообще об этом думать. Как будто бы пока меня всё устраивает. То есть ты вообще не прибегала никогда к инъекционной косметологии? Нет, нет, нет. Я хочу вернуться к такой, знаешь, феминистической... Я не считаю инъекции чем-то плохим. Слушай, я много чего делала. Ну что делала? Я делала губы. Сколько? Слушай, губы я делала, наверное, раза 4, может, 5 в своей жизни. Сколько сейчас в губах миллилитров? Один. И то я делала 3 года назад последний раз. То есть они сами, наверное, ну такие немаленькие у тебя. У меня большая нижняя губа, а верхняя очень маленькая, я верхнюю подкалывала. Её прям, знаешь, вообще не было, поэтому я решила просто... Ну хорошо выглядит, хорошо, красиво. Ну там уже, вот ты говоришь, что филер не рассасывается, вот я бы с тобой на самом деле не согласилась, может быть, до конца действительно он не рассасывается, но за 3 года, мне кажется, у меня там уже ничего вообще не осталось, и в целом я не против инъекционной косметологии, если вы делаете... А что ещё делала? Она хотела выяснить все мои грязные тайны. Ну да, да. Ну всё, ничего. Ну всякие эти укольчики с гиалуроновой кислотой для просто поддержания кожи в тонусе, для увлажнения, как это называется? Био... Я просто не выговорю, это очень сложное название. Биоревтрализация, как-то вот так она называется. Это очень интересная, хорошая вещь. Делаю я её раз в полгода стабильно, и вообще хожу к косметологу часто. А сколько тебе сейчас лет? 26 полных лет. Ну хорошо выглядишь. Ой, всё, спасибо. Я аж вспырела. Знаешь, а ты тут сейчас скажешь, 26, выглядишь на 40. Нет, даже если бы было так, я бы никогда этого не сказала. Ты что? Спасибо. Значит, мы никогда не узнаем правды. Нет, правда. Пиши в комментариях, на сколько лет я выгляжу. Ты правда очень хорошо выглядишь. Хорошо, Ксюша, выглядишь. Я просто, знаешь, у меня была тут травма. Буквально на прошлой неделе я пошла на мероприятие, и ведущий назвал меня женщиной в первый раз в жизни. Что в этом плохого? Не вижу ничего в этом плохого, но просто видишь, что это зависит от твоего восприятия. Для меня женщина — это человек, девушка, которая уже с ребёнком такая. Знаешь, ну уже видно, что она такая. У тебя есть дети? Нет, конечно. То есть мне кажется, что меня ещё можно назвать, так скажем, девушкой. Так вот, вернёмся к тому, что по всему твоему творчеству, прям, знаешь, красной ничью прослеживается вот эта феминистическая повестка. Мы уже выяснили, как она вообще появилась. Соответственно, у меня такой вопрос. Как ты относишься к тому, что сейчас в России ведутся разговоры о том, чтобы признать феминизм экстремистской организации, вот что-то такое, да? Что ты думаешь на этот счёт? Ну, смотри, я съездила к Екатерине Михайловне уточнить, насколько вообще... Мизулина. Всем привет! Всем здравствуйте! Как ваша весна? Смотрите, какой букет шикарный. Очень красивый. Это вот вам. Спасибо тебе большое. Уточнить, насколько вообще... Насколько моя деятельность законна, и что мне нужно сделать, чтобы она не выходила за рамки закона. Ну, потому что я не хочу в тюрьму, я не планирую эмигрировать, я планирую жить тут. И я бы хотела вписываться в рамки закона в своей деятельности. по поводу того, что это хотели признать экстремистской организацией. Ну, во-первых, кто хотел? Хотел один мужчина, да? По-моему, его зовут депутат Милонов, если я не ошибаюсь, такой рыженький. Но у него в целом очень интересные всегда инициативы. Они всегда очень интересные. Ну, он сам по себе очень такой, знаешь, эксцентричный человек. Да, да, да. Соответственно, одно предложение не равно мы принимаем что-то. Это важно понимать. Во-вторых, там был контекст относительно именно радикального феминизма, который я, кстати, очень люблю. Ты любишь радикальный феминизм? Конечно, во мне, ну, я думаю, что в большей мере не совсем я согласна, понимаешь? Мне тяжело выбрать какое-то конкретное течение, и так вот, да, это моё. Ну, нет. Отовсюда понемножко, и я живу в такой стране, где в целом разные есть комьюнити, разные есть республики с разными религиями. Невозможно жить в России и такая, да, я полностью радикальная феминистка, я вот топлю за этот активизм, выхожу на митинги. Во-первых, ты на них не выходишь, да? Уже нет, это точно. Во-вторых, у нас там есть Чечня, Дагестан с исламом. Как у тебя дела? Будем как-то обсуждать их права? Или ты просто скажешь, что ислам это плохо, и на этом мы столкнемся? Ну, то есть, короче, разные ветви во мне пересекаются. С чем-то я согласна, с чем-то нет. И плюс ко всему, я всегда думаю о том, что ты живёшь в конкретной стране, подбирая конкретные ключики для решения конкретных проблем. Невозможно всё решить тем, что ты в интернете или на улице выходишь с плакатом и говоришь, это очень плохо, я очень это осуждаю. Предложи что-то. Предложи это как-то решить. Ты сказала, что ты съездила к Екатерине Мизулиной, потому что ты хотела знать непосредственно, как жить в стране, чтобы не попасть в тюрьму, как делать твою деятельность. Да, в целом не только феминистичная деятельность, в целом вся вот, всё, что есть. Да, я понимаю. Любая, любая социальная история. Это ты была инициатором встречи или всё-таки Екатерина Михайловна пригласила тебя самостоятельно? Мне отменяют концерты. Она выкладывает пост о том, что было обращение с родительских комитетов, концерты отменены. Е-круто. Я записываю кружочек себе в телегу. Екатерина Михайловна, хочу вас к себе на интервью. Давайте вы расскажете нам, всё-таки что можно делать в интернете, а чего нельзя? Ты не боишься? Ну, не боялась тогда такое выкладывать? Да нет, нет. Ну, а что я плохого сделала, чтобы мне бояться? Почему я должна была испугаться? Ну, почему? Нет, мне не было страшно. Она выложила почту, да, можешь подъехать. Прошло несколько месяцев. За эти месяцы мы убрали мат из новых песен, немножечко сменили повестку, убрали мат в шоу. Ну, то есть вот такие вещи. То есть вот у нас есть регламент. Я такая, всё, мы под него подстраиваемся без проблем. Мне несложно. Для меня это не проблема. Мы приехали. Я приехала. К сожалению, без своей команды. Поговорили, поболтали. Как пришла идея с букетом в цвет триколора? Очень хотелось её удивить. Она очень любит Россию. Она её очень любит. Это очень патриотично настроенная женщина. Это очень заметно. Да. И ей надарили очень много букетов за все разы, когда к ней приезжали. И хотелось выделиться. Я выделилась. Можно ли сказать, что ты поехала к ней, чтобы обезопасить себя? В том числе. Конечно. В том числе. Как ты думаешь, не противоречит ли эта встреча твоим взглядам, твоей деятельности, всему тому, что ты делала до этого? Потому что непосредственно как только появилась новость об этом, в интернете прогремел очень большой бум, люди очень негодовали, не понимали, как это вообще возможно. Ну, знаешь, я сделаю всё возможное, чтобы чувствовать себя безопасно, чтобы иметь возможность реализовать любые свои проекты. Это, наверное, вот такой ответ. А вообще к Екатерине Михайловне ездили многие. Я подумала флэшмоб. Решила, мне тоже надо. Я за флэшмоб. Как твоя аудитория отнеслась к этой встрече? Частично негативно, частично с пониманием. Ну, то есть я этого не скрывала. Я никогда не говорила, что этого не будет. Как-то на стримах даже я поднимала этот вопрос, я говорю, да съезжу я. Я съезжу. Мне не зашкварно, нет. Интересная женщина. Кстати, очень феминистично настроенная. Как ты это поняла? Расскажи. Слушай, начнём с того, что ей за 30, у неё нет детей, у неё нет мужа, и она ведёт карьеру. Не феминизм ли это? И она достаточно сильно ведёт эту карьеру. Отсутствие детей и мужа говорит о феминистическом настрое? То есть женщина с детьми и замужем не может быть феминисткой? Нет, конечно, может. Конечно, может. Просто когда ты без этого, ты больше сталкиваешься с сексизмом. Ну, вот у тебя часто спрашивают, Ксюш, когда дети? Мне уже часто, а мне всего 21. Нет, не часто. Мне, к сожалению, часто. Особенно, знаешь, в окружении каких-то родственников вне какой-то блогерской сферы часто мне прилетает этот вопрос. Мне как-то, знаешь, очень повезло с родственниками. У них какое-то безумное чувство такта и уважения ко мне. Они, наверное, просто... Ну, у меня, как ты понимаешь, да, ну, немножечко другая ситуация. И женщина, которая выбирает от этого отойти, выбирает себя и свою карьеру, да, для меня она очень феминистично настроена. Очень. Не думала ли ты, что она выбрала карьеру по каким-то другим причинам? Не столь... Конечно, нет. Или же она использовала именно этот термин «феминизм», что ты поняла, что она феминистически расстроена. Нет, нет, она не использовала этот термин, но, знаешь, не все женщины-феминистки используют этот термин в принципе. Мне знакомы женщины, которые полностью подходят под слово «феминизм». Кинни. Почему? Почему это стыдно? Быть феминисткой. Ой, ну, во-первых, потому что течений очень много, и есть течения, в которых присутствуют очень яркие девочки с небритыми подмышками. О, боже, как же так? Какой ужас. Небритыми ногами, да. Небритые ноги. О, ужас. Это так несексуально. Я перестану нравиться мужчинам, если назову себя феминисткой и скажу, что я к этому причастна. Какой кошмар. Ну и в целом это неудобно. Ты называешь себя феминисткой, ты моментально сталкиваешься с тем, что мужчины к тебе немножко странно относятся. Они такие, ну, ты странненькая. Что там больше? Ну, мне кажется, что если мужчина плохо относится... А тебя бить можно, если ты фемка? Это значит, что мы один на один, а? Это очень смешно, на самом деле. Но мне кажется, что адекватный мужчина, это такой тест на адекватность. Если мужчина плохо отреагировал на то, что ты феминистка, то тебе, наверное, такой мужчина не нужен в окружении, мне кажется, потому что феминизм... В окружении не нужен. А ты потом сталкиваешься с тем, что когда ты много раз поднимаешь эту тему с мужчинами в целом, которые присутствуют в каком-то твоем поле зрения, рабочем поле, неважно, не только в личной жизни, ты понимаешь, что таких очень много. Более того, сколько раз я слышала в свою сторону, блин, я думала, ты конченая, потому что ты фемка. Я тоже, да, с этим сталкивалась. Что это за пиздец? Почему у женщин должно появиться желание, ну, гордо это как-то нести? Это бремя, когда вот такое в обществе происходит. Но с чего? Не все настолько социально независимы, и не всем настолько всё равно на мнение противоположного пола. Нужно смириться с тем, что есть женщины, которые очень хотят нравиться мужчинам. Это правда, это их выбор, и это в том числе и феминизм. Имеет право место быть, так скажем. Ты обсуждала вообще тему феминизма с Екатериной? Да. Вот эту направленность, насколько это сейчас, я не знаю, насколько сейчас вообще безопасно об этом говорить, с той точки зрения, что сейчас у нас очень активно продавливаются традиционные ценности семейные, и что она ответила на это? Я предложила несколько своих инициатив. Она дала мне правки и корректировки относительно этих инициатив. Именно инициатив каких-то определенных по твоим каким-то проектам? Ну, у меня было несколько проектов, которые я бы хотела реализовать, и они имеют социальную направленность. То есть это работа со школами и ещё некоторые работы, которые в данный момент я не очень бы хотела афишировать на самом деле. То есть это пока такая... Ну, это пока даже не на стадии, что мы начали это делать. Грубо говоря, есть что-то в письменном формате, и есть материал, с которым можно работать, но это ещё не запустилось в оборот, чтобы я сидела и такая, да, могу похвастаться. Пока нет, не могу, пока не буду. Насколько сильно тебе пришлось подправлять своё творчество, свои песни непосредственно, чтобы тебе разрешили концерты? Как много времени это отняло? Мне переписали текста всех песен, которые уже есть, чтобы там не было мата и чрезмерной пошлости. Что подразумевается под чрезмерной пошлостью? Блин, ну, у меня очень пошлые песенки. Они правда пошлые. Я понимаю, но просто где-то грань между чрезмерной пошлостью и дозволительной. Знаешь, в чём грань? В том, что если ты хочешь делать концерты 12-14+, сделай грань под 12-14+. Хочешь делать 18, матерись сколько хочешь. Просто не распространяй на треках. Но тут, на самом деле, и без Мизулина я не очень выкупала. Да, мне тоже не нравится, да. Моментов, когда какой-нибудь Скалли Милана варит на хате. Я такой крутой детка. Ты читала его текста пару минут? Мне вообще, в принципе, знаешь, вот эти современные рэперы. Это очень странно, чувак. Почему? Лучше пойм про то, как ты трахаешься, нежели про то, как ты что-то варишь. Я вообще не очень понимаю мужской рэп и серии «Сучки». Я трахнул ту. Про наркотики мне кажется, что это не совсем окей. Не, ладно, трахнул ту, трахнул эту. Если без «Сучки», на том спасибо. Было бы неплохо, да? Бич. Это не «Сучка» уже. Это уже другое, да? Это на другом языке. Это не считается. Все же вокруг тупые, никто букв не понимает на английском. Ну, а у тебя есть, например, какой-нибудь твой любимый рэпер, который исполняет, читает достаточно грязно, но при этом тебе это нравится? Знаешь, такое-то гилти-плэжа немножко. Это скриптонит. Ну, мне кажется, когда тебе нравится скриптонит, это не что-то постыдное. Там есть «Сучки», там есть «Трахнул», там всё это есть. Но сейчас этого становится у него, кстати, в творчестве меньше. Он даже сториз выкладывал, что мы все должны были уже заметить, что в последних релизах за последние что-то то ли 3, то ли 5 лет этого уже нет. И я такая, так было же. Недавно же было, чувак. Ну, то есть это есть. Это есть. И я думаю, что этого не будет ещё очень долго. Что мы начали? Мы начали просто зеркалить. Ну, объективизируют они женщин. Я буду объективизировать мужчин. Не вижу проблемы. Это правда. Расскажи вообще, какая... Вот мне просто очень интересно. Я вот смотрю, как блогеры уходят к Мизулину. Мне, правда, очень интересно, какая она как человек. Вот какое вот у тебя впечатление о ней сложилось? Она мами. Она прям мами. Прям гирл такая, да? Да, да. Тебе не было страшно? Ты не боялась? Было. Первые 10 минут я такая, мне очень страшно. Я очень волнуюсь. Она такая, ты не волнуюсь, всё хорошо. И как-то проболтали полтора часа. И как-то я такая, знаете, я даже забыла о своём волнении в беседе с вами. Какой итог встречи? Позитивный. Это была единственная встреча или планируется ещё больше? Слушай, если будет необходимость, будет ещё одна. Будет необходимость, будет не только с ней. Я не вижу в этом проблемы. У меня нет такого, что... Ну, я не вижу в этом проблемы. Я живу в этой стране. Я хочу здесь чем-то заниматься. Значит, мне нужно знать, как можно этим заниматься, а как нельзя. То есть по факту ты подстраиваешься просто под новые реалии? Да, абсолютно. Будут они другими, я подстроюсь и под те. Нужно будет подстроиться ещё под что-нибудь, я подстроюсь и под те. Как скоро после этой встречи ты анонсировала свои концерты? На следующий день. Хе-хе-хе, я ничего не стеснялась, чуваки. Кто-то что-то не понимал? Для кого-то это была загадка? Ничего себе! Блин, как странно. Наверное, неожиданно для всех это было. Даже ожидаемо ведь. Это же полностью ожидаемо. Ты сейчас не в отношениях. И у тебя получается достаточно плотный график, но при этом у тебя есть какие-то интрижки, какие-то романсы. Расскажи, как вообще совмещать работу и какую-то личную жизнь? Никак. Просто её отсутствие. Ну, блин, нет ничего в моей жизни сейчас такого, что я такая вот в серьёзных отношениях, Зай. Я просто слышала, что ты встречаешься с дагестанцем. Вот такая вот у меня есть информация. Нет, я сейчас не встречаюсь ни с каким дагестанцем. Такое было. Было-было. Несколько раз, по-моему, в моей жизни, но не сейчас. Сейчас точно не этот период. Каково было иметь отношения с кавказским парнем? Ведь они достаточно жёсткие, говорят. Я не знаю. Просто очень интересно. Поделись опытом. Слушай, это были не то, чтобы каково иметь такой опыт. Это был мой первый опыт. Начнём с этого. У меня первые отношения были с мальчиком из Чечни. Я бы ультанула. Как только я залетела в эту историю, я такая, да, мы берём хард-версию. Слушай, это отношения... Я бы не рекомендовала, во-первых, смешивать разные религии. Я бы не рекомендовала смешивать разные традиции. Это всегда будет конфликтом. Это редко, когда неконфликтная история. И, как правило, в этой неконфликтной истории... Я знаю, что такие женщины будут в комментариях. Женщины чем-то уступились. Они где-то уступили. Где-то много уступили. Тебе не кажется, что отношения — это всегда компромисс? Компромисс или надеть платок, когда это не имеет к тебе никакого отношения? Ну, это компромисс или это я поступила с своими ценностями? Ничего не имею против религии. Но ценности у всех свои. Соответственно, компромисс ли сидеть дома? Потому что у меня так в традициях. Меня так воспитывали. У меня жена сидит дома и воспитывает моих детей. Компромисс ли это для тебя будет? Для меня нет. Нет, это не компромисс, это разные ценности. Считаешь ли ты, что ребята из Кавказа должны как-то адаптироваться больше под наш социум, если они в нём живут? Конечно, да. Потому что я видела стендап одного очень какого-то потрясающего стендап-комика. Я, если честно, от нём в восторге. Ну давай, что там он выпьет? Сказал очень такую смешную, значит, шутку про то, что, ребят, у меня есть девушка, мы там вместе уже год, и я её спокойно от... А он прям, знаешь, он выглядит как типичный Кавказец, прям с бородой такой весь. И он говорит... Я поняла про кого-то. Да, ты видела этот отрезок? Да, но я не помню имени. Я тоже, к сожалению, не помню, но если мы идём, мы обязательно вставим этот отрезок. И он говорит, да, я отпускаю гулять, конечно, скрипя зубами, потому что я понимаю, что в этом нет ничего такого, но я типа 23 года, что ли, я жил в маленьком селе в горах, у меня было принято так, но я стараюсь... И он, знаешь, он прям открыто рефлексирует, и это очень круто. Соответственно, у меня вопрос остаётся тот же. Считаешь ли ты, что ребята должны всё-таки адаптироваться с Кавказа, или же всё-таки, не знаю, типа, это такая вещь, которая вот такая, какая есть? Ну, у меня были разные отношения с парнями кавказской национальности, и в этих отношениях поступались, скажем так, тем, что я выкладываю фотки очень откровенного характера абсолютно всегда. Да, это... Нет, 21, я буду себя фоткать в разных пузах и в разных форматах и вариациях, мне всё нравится. И было такое, что парни такие, блин, я понимаю, что в этом нет ничего такого, я понимаю... Ну, то есть я, во-первых, объясняла, то есть мы выходили на диалог, они не были обезьянами, которые ничего не понимают. Это важно, ну, важно учитывать этот момент, да? Если перед вами совсем он момент, не надо пытаться ему что-то доказать, просто не вступайте с ним в отношения, не надо этого делать. Я рассказывала о своём творчестве, о своей деятельности, они это принимали. Я рассказывала о своих предпочтениях в постели, они это тоже принимали. То есть для меня, например, оральные ласки имеют очень большое значение. Мы не будем с тобой спать, если ты не любишь Куни Линус. Это просто не твоё. У кавказцев очень часто такое, что это не моё. Ну, как-то... Ну, мне кажется, что это, знаешь, не только у кавказцев. Это вообще такое, в принципе, какое-то мужское... Мужская какая-то история, что, знаешь, если ты лежишь пизду, то ты не мужик. Вот что такое. И единственный этот Щербаков, понимаешь, задал этот тренд на лизание женских писек. Спасибо тебе, Лёша, большое. Хорошо, и низкий тебе, пожалуйста, поклон. Хотя шутки, конечно, его... Шутки пиздец, но за это спасибо. Да, спасибо ему огромное. На самом деле, как правило, о мужчинах, о которых ты говоришь, вот которые женские писечки не очень любят лизаться, они не любят. Они очень стесняются. Если с ними честно поговорить, они не умеют. Они не умеют, и им очень страшно начать и сделать плохо, потому что, опять же, это их мужское эго в постели. Для мужчины же это имеет очень большое значение. Получается у него в постели или нет? Ну, мне кажется, что это не зависит от гендера, получается ли у мужчин или получается у женщины. Да, женщина тоже не очень хочет быть уязвлённой, мне кажется, в постели. У мужчин это сильно выше. У них прям эго вот на этом... Вот на этом... Рушится. Их пенис, это их, ну вот... Мир. Мир, да. И вокруг него этот мир и крутится, понимаешь? Это очень важно. Бывали ли у тебя такие моменты, когда ты в постели задевала мужское эго? Конечно. Расскажи. Ну, было такое, что, чувак, мы вообще... Ну, я больше не хочу в этом участвовать, мы стопаемся. Ну, нет, это ужасно. Если не секрет, что он сделал? Слушай, а ты знаешь мальчики, которые пересмотрели в своё время порнуху, где вот это вот... Вот один и тот же такт, и очень быстро ещё, и что посильнее желательно. Так что ты в какой-то момент... Блядь, да прекрати, просто перей... Я не дупло, а ты не дятел. Прекрати, пожалуйста, это ужасно. Были чуваки, которые, что, ну, с маленькими... Половыми органами. С малень... Какой идеальный размер? Идеального размера не существует, но перед половым актом я предпочитаю как-то так разузнать атмосферу, да, через джинсы, что-то там пощупать, посидеть на коленочке. И если... И ты всё понимаешь через джинсы, через коленочку? Ну, всё понятно, конечно, всё понятно. Ну, оно же, как правило, в состоянии эрекции находится. А, если всё, я думаю, наоборот, типа... Нет, 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 но если мы говорим именно... Вот ты вступаешь в половой акт. Мне правда важно. Бывало такое, что ты потрогала и такая, ну, прости, нет пока? Было. Но я не говорила, не называла причину. Я очень как-то тактично тогда съебалась. Это было один раз? Да, это было один раз. Ну, это просто... Ну, я не хочу... У всех свои приколы. Типа, есть чуваки, которым, не знаю, которых пугает определённая форма женской груди, и они не хотят. Ну, такие тоже есть. Что? А что не так, прости, с женской груди? Я просто, знаешь... С ней это всё так. У мужчин просто есть... У них есть вот эта порнушечная осмотренность. Понимаешь, в чём проблема? Вот оттуда всё это идёт. И у женщин можно сказать, что точно так же. Тебе же... Там же в порнухе же большие пенисы всегда. Почему тебе маленькие не нравятся? Но мне не нравятся не потому, что в порну не так, а потому что там немножечко другие... Ощущения. Ну да, чувак. Не будем об этом. Давай не будем... Ну, вообще, любые писечки прекрасные. Любые. Вы замечательные. Мужчины не просто так компенсируют это большими деньгами и большими машинками. Они всё понимают. Что бы ты выбрала? Большие деньги и большие машинки или большой пенис? Я не готова... Идти на компромисс. Ну не то, что идти на компромисс. Ну да. Но лучше, когда и то, и то. У моего последнего бывшего было именно так, и мне это очень нравилось. Это замечательно. Я сначала переживала. Смотри, блядь, две огромные тачки. Может, что-то... Может, там что-то? И дом большой. Может, там что-то? Компенсировал, нет? Нет. У него всё хорошо. Ты говорила о том, что люди часто смотрят порнографию, и из-за этого у них появляются искажённые представления о сексе. Многие говорят, что порнография — это зло. Как ты считаешь? Это так? Очевидно, что да. Во-первых, потому что этот рынок никак не контролируется. То есть помним историю, когда порнхаб закрывался на несколько месяцев. Они закрывались, потому что платёжная система, которая была привязана к их сайту, заметила наличие детской порнографии. Сплыл этот скандал. И они такие, мы не будем проводить транзакцию. Это что за хуйня? Они закрывались, чистили эти вот... Фиксили, скажем так, эту маленькую проблему. Проблема не маленькая. То есть на сайты в очень больших количествах загружаются действительно настоящие изнасилования. То есть зачастую есть люди, которые смотрят именно этот жанр. Кстати, как правило, это женщины. Детскую порно... Нет, нет, не детскую, не детскую. Есть жанр порноизнасилования с совершеннолетними людьми. Иногда это актёрская игра, а иногда нет. То есть иногда в этом жанре реально снято изнасилование. Самое настоящее. И ты никогда не будешь знать... Ну, только если это совсем уж не киношная студия, и ты по гриму, локации, одежде понимаешь, ну да, это просто жанр. Но бывают ситуации, когда люди дрочат на буквально... Восприятие женского тела очень сомнительное, если честно. Ну, не все писечки женские выглядят так, как в порно. Не знаю, сколько бы я не смотрела порно, сколько бы я не искала порно, особенно, ты знаешь, в последнее время, если раньше мне всегда попадались какой-то порно в стиле X-Art, не знаю, знакома ты или нет, это очень такой... Я вообще просто не смотрю порно много лет. Я смотрю просто. Вот. X-Art — это такое очень красивое порно, оно прям вылизанное. Это идеальная девушка с идеальной грудью, с идеальной писечкой и всё такое. То сейчас, если ты ищешь порно, это абсолютно базовое какое-то женское тело с какими-то своими определёнными недостатками. И вот найти какое-то вылизанное, мне кажется, в последнее время очень сложно. В чём главная проблема в порно? В том, что оно никак не регулируется, и что в определённых жёстких жанрах есть действительно настоящее видео, которое не постановочное, или в том, что это даёт неправильное восприятие, так скажем? Смотри, не только в жёстких жанрах это не регулируется. То есть реальные изменения могут залить и на любой другой жанр. Нет, я понимаю, да, но сам факт. Во-первых, да, отсутствие того, как этот контент выгружается на эти площадки. И он же монетизируется, ещё за это платят, за просмотры на детской порнухе. Это очень странная хуйня. А во-вторых, проблема в том... Это пиздец как странная, если честно. Это ужас какой-то. Ну, немножечко не по себе, да, чуть-чуть есть вопросы. Во-вторых, проблема, да, действительно в том, как это позиционируется. Из разряда у меня в жизни были мужчины, которые говорили, у тебя был хотя бы рад в твоей жизни сквирт? Я такая, блядь, чувак, я ни на кого никогда не писала, я не планирую. Ну нет. Нет у женщины там никакой отдельной опции мешка какого-то с таким объёмом жидкости. Чувак, это просто несозревшая моча. Всё. Я просто поссала на тебя, дядь. Всё грустно. Это не то, чему надо радоваться. Ну и плюс ко всему, действительно, вот эти истории с теми же стонами. Почему мужчина в порнухе всегда молчит? Это очень грустно. В реальной жизни женщинам хотелось бы хотя бы небольшую эмоциональную окраску, да? Я вообще не... У меня ощущение, вот сейчас про последний пункт, что мы с тобой вообще в разных интернетах находимся, потому что всё порно, которое я не включаю, там, ну, никто не молчит. В женщине следующая проблема. Она не молчит так, что это невозможно реализовать в жизни. Сколько у тебя... У тебя есть в окружении... Были у тебя в окружении подружки, которые тебе говорили, бля, да, я симулировала. Причём я симулировала громче, чем это следовало делать. У меня были, я сама такой была. Ну, я... У меня были такие подруги, я тоже симулировала. А ты? Ты тоже симулировала. Конечно. Ты симулировала, потому что тебе не хватало... Было ли у тебя, короче, такое, что... Да, я чувствую, но как будто нужно сделать это громче. Нет. Я это делала только для того, что я понимала, что... А, тебе вообще не нравилось? Нет, мне нравилось, так скажем. Просто, знаешь, я понимаю, что для парнёра важно понимать, что мне тоже приятно, и как бы он делает приятно сейчас мне, и я хочу сделать тем самым приятно ему. Это не мне в ущерб, так скажем. В этом-то и дело, что с физиологической точки зрения женщине, когда приятно, это не крик, это не громкий стон, это про дыхание, как у мужчины. Это если и даётся какой-то звук, он не такой громкий. Мне кажется, это всё очень субъективно. Ну, с какой-то точки зрения, да, с другой стороны... Бывают же громкие. Есть девушки, которые вообще звуков не издают, которые действительно просто дышат, это тоже нормально. Это тоже нормально. Но, к сожалению, порноиндустрия навязывает нам совершенно обратное. Ты должна очень громко кричать, иначе мужчина может у тебя в середине процесса спросить, а почему так тихо? Тебе не нравилось? Ты не кричишь. У меня такое было, например. У меня было такое, что... Ну, ты можешь сказать ему, ну, у меня тоже бывало такое, но... Да я не хочу, чтобы этот вопрос вообще возникал. Понимаешь, в чём дело? Мне с этого и странно. На этом люди растут, впитывают и думают, что да, вот секс, он вот такой, как в порно. И по поводу вот этой вот долбёжки, ну, это тоже очень странная история. Мальчики, которые посмотрели порно, зачастую думают, что вот их писечки достаточно, чтобы удовлетворить женщин. И игрушки, ну, как правило, использование игрушек, оно это отдельный жанр. Это отдельный жанр, это считается чем-то таким странненьким. Если бы в порно показывали реалистичный половой акт и рассказывали бы мальчикам, как делать куни и пользоваться игрушками, было бы супер, было бы отлично. Такого порно мало, и такой порно не смотрят. Но есть же определённый сегмент девушек, которым действительно нравится жёсткий секс. Им нравится вот эта долбёжка, им нравится дятел дупло, как ты выразилась, и так далее. Да, проблема в том, что таких женщин намного меньше, чем таких мужчин. Мужчины уверены, что... Там проблема не в том, что они такие злодеи. Я не считаю мужчин извергами, которые думают, что вот только так и надо. Проблема в том, что если ты с ними откровенно поговоришь, они такие, да, я думала, что так это и работает. Я был уверен в этом всю свою жизнь, что чем сильнее, тем лучше. Как-то так вот было в моей голове. Многие феминистки, я видела, выступали за то, что женщина не может по собственной воле работать в порно. Что думаешь ты на этот счёт? Ну, что я думаю? Я не верю в это, потому что есть девочки, которые хотят идти на OnlyFans, которые хотят идти на вебкам, которые хотят идти в порнуху. Но они такие есть, как и мальчики. Они просто существуют. В этом, наверное, вот я тебе говорила о том, что мне с радикальным феминизмом нет такого, что я полностью его поддерживаю. Например, радикальный феминизм – это те самые феминистки, которые говорят о том, что в порно и в проституцию женщина не может пойти сама. Да. С проституцией я могу в чём-то согласиться, действительно. Я не знаю ни одной проститутки, именно проститутки. Не стриптизёрши, не порно-актрисы, а проститутки. Не эскортницы, это тоже важно понимать. Но эскорт и проституция – это же почти одно и то же, разница только в цене, разве нет? Нет, я не считаю, что это одно и то же, потому что у меня достаточно знакомых из этой сферы, и не все спят. То есть такие девочки... Есть даже девочки, которые в отношениях находятся, и не изменяют своему партнёру, работая в этой деятельности, интересно. Безусловно, всё это очень патриархально, безусловно. Но это же существует, это уже есть как данность, и было бы прикольно, наоборот, поддерживать этих девочек, а не говорить, что всё это против воли, когда это была их воля. Лучше поговори о том, что их шеймят, о том, что их травят, о том, что девочка, которая пошла в такую сферу, потом может иметь трудности с трудоустройством в другой сфере или в получении образования, потому что она приходит в университет, её травят за этим видосом. Лучше, мне кажется, об этом поговорить, нежели о том, что это был не её выбор. А если её? Ты вот у каждой спрашивала. А если всё-таки её? Ну, такие есть. Я таких знаю. И что делать в таких ситуациях, если тебя шеймят? Вот как с этим справиться? Это идти к психологу или доказывать свою точку зрения, или вот кричать об этом просто на всех углах? Шеймят, если ты порно-актриса, и ты столкнулась вот с этой ситуацией. Или если ты веб-камела. Да, вот веб-камела, например, да. Я думаю, надо окружить себя людьми, потому что если ты этим занимаешься, соответственно, ты должна довольно хорошо зарабатывать. За маленькими деньгами туда девочки обычно не идут. Ну, конечно, да. Было бы неплохо окружить себя недолбоёбами, которые понимают, что это работа. Это просто род твоей деятельности. Да, если поговорить с такими девочками, там выясняются очень интересные психотравмы. Как правило, они о них знают. Это для них не новость. Не будет такого, что ты... Ну, может быть, тебя там насиловали в детстве, или, может быть, твой папа к тебе плохо относился. Она такая, да, так и было, уйду из этой сферы. Нет, она в курсе. Она вообще-то знает. Она, ну, она понимает, что именно и где она это делает. Ладно, я предлагаю закрыть тему порно, секс и так далее на той ноте, что, дорогие друзья, пожалуйста, разговаривайте. Коммуникация — это одна из самых главных вещей в вашей жизни, пожалуйста. Разговаривайте во время секса, разговаривайте перед сексом, разговаривайте после секса. Это очень-очень важно. Вообще лучший секс — это секс, после которого вы, ну, спустя там, сколько, 10-15 минут лежите и такие, насколько тебе понравилось вообще? Ну, насколько? Вот настолько. Чего не понравилось? А как бы сделать лучше? А что бы ты хотела? Что бы ты хотел? И это касается не только мужчин в вопросах кунилингуса и долбёжек, это касается женщин. Типа, если вы ведёте скучную постельную жизнь, чуваки, вас ждёт расставание или развод. Это очень важно, важно, важно. Мы всё ещё, ну, немножечко животные. Всё ещё чуть-чуть у нас это есть. И чтобы поддерживать эту страсть, нужно как-то работать над своими отношениями, в том числе над интимными. Мне кажется, секс — это прекрасно. Так что работайте над своей интимной жизнью. Ну, есть у тебя какой-нибудь, не знаю, любимый блогер? Давай, мы топ-3 бесячих персонажей. Знаешь, ты топ-3 бесячих персонажей, ну, бонусом, да? Милстроя туда, ну, однозначно, потому что, ну, мне так не нравится. Ладно бы, если бы он просто казик крутил, но вот это вот спаивание девочек, оно же не просто спаивание, оно свищает с вами. Ну, Милстроя — это просто грязь грязнющая. Это правда. Но мне ещё не нравится. Не, давай, кто нравится. Может быть, вот есть, знаешь, пример какого-то блогера, на которого ты смотришь и думаешь, тема вашей темы? Из некрупных. Мне очень нравится девочка Маринад. Она в ТикТоке довольно популярная. Она очень комфортная. Она вся такая... Она будет позитивная. У неё постоянно она красится и что-то рассказывает девочкам. Очень приятный контент. Я сама могу на него залипнуть. Мне очень нравишься ты как интернет-персонаж. Нет, правда, ты очень, во-первых, феминистично настроенная и сильная женщина. Во-вторых, ты не боялась ставить совершенно сумасшедшие эксперименты в нашем интернете. Ты не... Ну, это же правда круто. И твой скилл очень крутой. Мне... Ну, это... Спасибо, что ты вернулась. Это очень приятный бонус для нашего интернета. Мы все очень сильно скучали. Третий, кто бы... Кого бы назвать? Кого бы назвать? Акулич мне нравится. Да? Чем имена? Мне нравится, что она сейчас вот с этим молодым Платоном. Конечно, странный мальчик. Очень интересный. Хочешь этого покемона? Нет. Ладно. Мне нравится, что она начала делать музыку, и она начала делать это круто. А как ты... Ты слышала новый трек девушки Миши Литвина, Адель? Да. Первый мне очень не понравился. Второй... Это неплохо. Это неплохо. Почему нет? То есть это не зашквар? Не, не думаю. Не думаю, что прям зашквар. Конечно, при этих способностях и при этих водных данных, которые она имеет, можно было бы интереснее сделать. Например, трек Миши Литвина мне очень понравился. Он прям такой... Я, кстати, вот так могу. Кстати. И вышло, правда, круто. Типа, он прикольный. Это прикольно. Не знаю, писали ли ему текст. Это тоже, наверное, имеет значение. Но вышло... Ну, по-моему, он говорил, что он сам писал, но я не уверена. Если еще и сам, вообще молодец, аплодирую 100, это здорово. Это здорово. Ну, знаешь, часто говорят, что петь для блогера это зашквар. Не вижу в этом проблемы. Вообще никакой. Почему зашквар? Потому что мы двигаем ваш рынок и создаем какую-то лишнюю конкуренцию. Даша Инстасамка тоже была блогером, кстати. Чё, как сейчас? Чё, ребят, чарты подвинули, неприятно стало, да. Ну, как, ее сейчас и прессовали, и все дела. Да, ее прессовали, и все дела, и вот тур отменила свой. Ну, даже я имею в виду, не с точки зрения с какими-то органами законодательного характера, я имею в виду артисты. Никто же, знаешь, не прошел мимо, и каждый посчитал своим долгом немножко пнуть, немножко, знаешь, плюнуть в нее, сказать, фу, ты говно, ты вообще, я не понимаю, как это слушать, бла-бла-бла. И вот только, когда они сознали, что ты действительно имеешь большой вес, и ты не сходишь на нет, после того, как они сказали свое очень важное и нужное мнение, они начали как-то потихонечку к ней быть более снисходительными. Мне кажется, что это немножко грязно, если честно. Слушай, был момент, когда она по-грязному хайпила, да? Ну, да. И, ну, скажем так, хайп с визажистками, мной был не понят, как-то он происходил. Я прям такая, бля, ты реально так отнеслась к девочкам, которые вокруг тебя как две феи порхали? Почему? А потом, когда она такая, это, кстати, был хайп, чуваки, ну, типа, я не мразь, я не конченая. У меня иссякли претензии. Серьезно, ты не считаешь, что таким образом она показывает, что, хорошо, она сказала потом, это был хайп. Но есть люди, которые могут просто увидеть это видео в интернете и посчитать, что в целом подобное отношение, вообще подобное поведение, это, ну, вообще, в принципе, адекватно. А много ли у нас людей пользуются услугами визажиста? И много ли у нас таких девочек? Мне кажется, что сейчас на Авито можно заказать себе визажиста за 500 рублей. Не, слушай, не думаю, не думаю. Хотя, знаешь, наверное, в этом есть какое-то деструктивное влияние. Если инсценировать изначальности, а потом сказать, что это был хайп. Ой, так делает Фросси сейчас. Не попадался. Поскольку это типа окей. То есть с визажистами, если сказать, что это был хайп, окей, но если ты инсценировала и сказал, что это хайп, Потому что с визажистами это некрасивый поступок. А с изнасилованием тут, ну, знаешь, да, я согласна с тем, что ты говоришь. Это действительно так. Просто почему-то я об этом не подумала. Почему-то я не рассмотрела вот эту сторону. Но что касается изнасилований, там же проблема в том, что ты обесцениваешь саму эту ситуацию. Очень многим девочкам же не верят. И так не верят очень многим. Зачем ты это делаешь? Давай вернёмся к тому, что ты была в отношениях, у тебя было затишье блогерское. Это было связано с этими отношениями? Ну, слушай, конечно, так или иначе. Вокруг письки всё-таки бегала, да? Нет, дело не было в том, что я бегала вокруг письки. Я вообще, мне кажется, что, знаешь, я такой персонаж, у меня такой характер, что я, в принципе, не способна бегать вокруг чьей-то письки. Он запретил тогда? Не дай бог. Нет, я тебе говорю, мне невозможно что-то запретить и бегать там вокруг письки. Я не из этих женщин. Просто эти отношения очень сильно влияли на меня ментально. Я очень погрузилась в самоанализ. Я погрузилась в терапию. Да, когда депрессия, когда депрессия, больше всего самоанализа происходит. Ну, вот у меня, да, у меня было там уже около депрессивное состояние, там тревожное мое расстройство и так далее. Мне тоже депрессивно-тревожное. Вот. Это самое. Приятная комбинация. Спасибо. Ну, у меня, слава богу, возможно, не скатиться. Вот. Это просто очень сильно влияло, знаешь, когда всё плохо, на тебя очень сильно морально давят, прессуют тебя морально каждый день почти, что и когда происходит эмоциональный качель, у тебя просто не остаётся сил делать что-то другое, думать, потому что не мне тебе рассказывать, что съёмки, да, какая-то организация вообще каких-то проектов это достаточно энергозатратно, это требует большого ресурса. А тут ты весь ресурс спускаешь в отношения. Они того не стоят. Они не то, что не стоят. Как выяснилось, это, знаешь, этот ресурс нахуй никому не был нужен. Непонятно, почему только это всё продолжалось столько лет. Этим вопросом я задаюсь. Мне кажется, до сих пор иногда. Это был твой первый негативный опыт? Нет, конечно. Почему? У меня было много негативного опыта, но с тем же... А больше позитивного или негативного? Ну, 50 на 50, Роб, мне кажется. У меня чётко, короче, негативного больше. Реально? Меня это очень расстраивает, потому что я понимаю, что, блин, я же это реально сама выбирала. Да. Но я стопаю себе на мысли, что мне 21, да? Слушай, 21. Я это так называю. А дальше мы уже будем что-то нормальное выбирать, я надеюсь. Главное, не заиграться, знаешь. Это тоже верно. Я тебе так скажу, потому что иногда это так тебя увлекает, что ты такая хихиха-ха, и не дай бог что, понимаешь? Вот это тут важно не... Вдруг убьёт. Даже вот так. Нет, ну я настолько в деструктивные отношения никогда не уходила, слава богу. Но у меня больше был какой-то эмоциональный скорее абьюз. Мне было очень приятно, когда вот... У меня как-то было с чуваком, что у нас избиения меня были на повседневной основе. И случается такая ситуация, что я сижу на нём, он начинает мне щекотать. А я даваю лапками вот так вот делать и случайно заряжаю подбородку. Не сильно, то есть не пощёчина, ничего такого. Это перерастает в лютое избиение, где меня, ну, уже бьют кулаками, я теряю сознание. Я сажусь на кушетку после этого всего, и он делает такой вот жест. Ну, он встаёт и поднимает мне голову. Я тебе отвечаю, в этот момент у меня просто отключается сознание, я беру вазу и начинаю бить его вазой по голове. Он запирается в другой комнате, я ломлюсь в эту дверь, я не помню. Это состояние аффекта, это буквально на адреналине. И больше всего я в абьюзе боюсь вот этого, что не то, чтобы меня убьют, что в какое-то избиение терпение лопается. И если моё тело и мой мозг посчитают, что сегодня мы действительно в опасности, это уже не просто пощёчины где-то, это дома, он тебя запер и не выпускает. Это может перерасти в то, что я сяду. И такие случаи, к сожалению, есть. То есть вот результат отсутствия регулирования домашнего насилия, это то, что женщины оказываются в тюрьме за убийство, когда это, по сути, было самообороны. Что ты чувствовала, когда он тебя бил? Блин, было очень страшно, но дело в том, что это было так непривычно к тому моменту, потому что дома всегда так было. Мама могла очень сильно избить, а на следующее утро протрезветь и говорить, что она меня очень любит. И там было то же самое. То есть меня бьют, а потом мне говорят, как меня любят. Могут в этот же день. И дико страшная история, он до сих пор не пишет периодически. У меня стал Кирилл очень долго. Но сейчас это уже как-то... Сейчас его смски не вызывают, у меня желание даже что-то отвечать. Я просто в архив. Типа, я не знаю, как ты нашёл мой номер, долбоёб. Ну иди в архив, я тебе вообще не отвечу. А скажи, пожалуйста, а ты сейчас общаешься с мамой? Мы виделись примерно две-три недели назад, спустя полтора где-то года мы не виделись. И за полтора года вот до этой встречи мы виделись один раз и снова не виделись. Я приехала, я понимаю, что с каждым годом ей всё хуже и хуже, я не могу ей помочь, потому что все мои истории, когда я плачивала ребухи, наркологов, это не работает. Она буквально говорит, я не хочу переставать пить. Меня всё устраивает. Она осознаёт, да, что она пьёт? Она осознаёт, что она пьёт, но она не видит в этом проблемы, понимаешь? Она считает, что если она ходит на работу, то проблемы нет. Это бытовой алкоголизм буквально. И сейчас она уже меньше ходит на работу. То есть вот эта вот черта, она была сейчас размыта. Ну, мне страшно, что в какой-то день её не станет. А тебе больно видеть её такой? Да. Я, бля, я в такой истерике была, когда домой приехала. Меня очень всё это тяготит, триггерит, и я понимаю, что наши разговоры ничем не отличаются от разговоров пять лет назад. Я понимаю, что я никак не могу ей помочь, как бы мне не хотелось. Типа только насильно её где-то запирать. Но законы России не позволяют этого сделать. То есть мне кажется, что в таких случаях как будто надо было бы. Как будто бы вот... А с другой стороны, чем это бы помогло? Не уверена, что чем-то помогло. Ну, мы общаемся, мы созванивались пару раз, я спрашиваю, как у неё дела, как она себя чувствует. Я помогала ей финансово, но... Но всё равно вот это чувство, что ты деньги отправляешь, и ты знаешь, на что они пойдут. Ты знаешь, чем это закончится. Ты обижена на маму до сих пор? Или ты отпустила? Нет, я не обижена, потому что я понимаю, что у неё было очень тяжёлое детство. Её мать в один день выгнала её и младшую сестру на улицу. Младшую сестру и её забрали в детский дом. Потом мама моей мамы, то есть моя бабушка, она уже умерла. Кстати, она умерла с рюмкой под жопой. Она лежала на рюмке, она лежала двое суток с отёком головного мозга, потому что пила. То есть у меня вот это именно наследственная история. Происходит так, что маму забирает бабушка, детдом, вот это вот всё, но до детдома и до бабушки у неё был подвал. Она реально жила в подвале в 13-14 лет. Её младшая сестра била бабушку, не маму, а именно бабушку, пожилого человека за пенсию. Сейчас младшая сестра находится в лечебнице закрытого типа после того, как убила человека. Она вскоррла в водовом конфликте. Она за это отсидела, вышла по удому, и мама её, по сути, вытаскивала. И снова совершила преступление. Её упекли уже, всё, безвозвратно. Она лежит в белых столбах. Такая у нас, ну, дурка закрытая. И мама всё это видела. У мамы в жизни рано случился алкоголь и наркотики. У неё были отношения с очень бандитскими такими людьми, которые поломали ей психику. У неё были выкидыши, до которых доводили мужчины. И я понимаю, что у этой женщины было очень мало шансов без терапии. В то время терапии не было. Я покупаю. Почему? Почему сформировалось вот это? Потом была бабушка, которая умерла от рака. И был дедушка, который водил молодых девочек домой. Буквально там через месяц после смерти. Ты сказала, что бабушка умерла с рюмкой под жопой. Нет, это бабушка по другой линии. То есть она жила с одной. Та уже умерла, когда всё это происходило. И потом случились отношения с моим отцом. Он доктор, он спасатель. Он думал, что он её спасёт. А спасатель равно жертва, равно агрессор. Всегда абсолютно. И я понимаю, что ей не надо было рожать детей. Ей надо было лечить голову. И тогда были бы шансы. Но она думала, что, наверное, закроет все эти гештальты деторождением. Она родила. У неё не получилось. Она не справилась. И я понимаю, что она себя за это очень винит. Но ты благодарна ей за то, что она хотя бы просто подарила тебе жизнь? Да. Я много раз ей говорила спасибо. И в целом, в моём детстве были не только негативные стороны. У нас был очень счастливый момент, когда мне было лет 14-13. У неё был отпуск летом. И целый месяц мы каждый день катались на велосипедах по парку. И она не пила ни дня. Это мой самый счастливый момент из детства. То есть я сейчас это вспоминаю. Не было дня, когда я чувствовала себя лучше. И тогда мы с мамой разговаривали. И она меня не била. То есть она не била меня трезвой. Никогда. Тебе больно вспоминать эти моменты? Конечно. Потому что... Ну, я понимаю, что у меня сейчас нет мамы в жизни. И я понимаю, что как бы мне не хотелось, я не могу ничего с этим сделать. И я осталась с ней общаться не потому, что вспомнила о её существовании. Нет. Я просто услышала от отца очередную историю о том, что она в запое. И такая, как же мне это всё... Я правда хочу тебе помочь. И я понимаю, что её зависимость сильно гложет со чувством вины. И хотя бы чувство вины у меня получилось убрать. То есть мы долго разговаривали. Я сказала ей, ни за что не держу на тебя зла. Я знаю, что ты делала всё, что ты могла сделать. Я понимаю, с какой среды ты. Более того, когда мы говорим о её детстве, она не осознаёт, что именно с ней происходило. То есть она не даёт этому такую окраску, которую может дать нормальный, здоровый человек. Все эти эмоции и чувства были сильно подавлены, ну, проявлены, по сути, в агрессию на меня в детстве. Ну, я просто надеюсь, что я смогу провести с ней больше времени до того, как её не станет. И я смирилась с тем, что этот день случится намного раньше, чем мне бы хотелось. Но бывают моменты, когда она не пьёт неделю, и я рада с ней пообщаться. Но впускать её в жизнь, знаешь, полноценно, например, как отца. То есть с папой я созваниваю значительно чаще, мы чаще видимся. Я не готова, потому что это заканчивается тем, что у меня панические атаки, я не сплю по ночам. Ну, я переживаю за неё прям очень сильно, и чем меньше я знаю, тем мне лучше, потому что помочь я не могу. Но в целом на этом общении прервалось, что я договорилась с женским монастырём, она в какой-то момент уверовала очень сильно. я такая, давай вот сюда, женский монастырь в Сочи. Я в нём была, я туда съездила, там лежат женщины, ну, живут женщины с зависимостью, с разными историями, на самом деле, там дамы. И я понимала, что это может ей помочь, потому что здесь, сейчас она ходит в церковь, пусть хотя бы это её мотивирует. Но в последний момент она сорвалась, она не захотела. Ты почувствовала разочарование и боль? Да, я ей сказала, мам, мы, к сожалению, мы перестаём общаться, если так. Она мне тогда сказала, мне очень жаль, что ты от меня отказываешься. Я такая, я не отказываюсь. Я просто очень устала бороться и находиться в этой ситуации, когда я уже и так съехала. Ну, куда ещё дальше? Что мне нужно сделать? Насколько сложно тебе даётся отсутствие общения с матерью, пока она в запоях? Не сложно. Я к этому привыкла. Ты не скучаешь по ней? Нет. Это было с самого детства. То есть мой родитель всегда был недоступен. Папа всегда был на сутках на скорой помощи. Мама всегда была нетрезвой. И, по сути, у меня не было вот этого близкого общения и близкой коммуникации, чтобы я почувствовала какую-то потерю. Этого не случилось. Я надеюсь, что... Я хочу сказать, что я надеюсь, что она однажды перестанет пить, но я в это не верю. Наверное, это большая проблема. Но я реально устала в это верить. Я очень устала за это бороться. Я тебя понимаю. Это очень тяжело. И мне очень жаль, что ты столкнулась с такой ситуацией. Это правда ужасно. Ань, мы сегодня с тобой обсуждали очень много твоих проектов, твоей деятельности. Расскажи, что стоит ждать от тебя в 2024 году? Может, планируются какие-то грудезные релизы, музыкальные, может быть, что-то такое. Расскажи, пожалуйста. Новые песенки пишутся и выпускаются. Сейчас вот на платформу уже отгружается одна, есть еще одна в записи. Как называется песня, которая окружается? Расскажи. Поделись, открой нам этот секрет. Кончил. Я люблю. Я люблю герл. Ну, там игра слов. Там кончил набирать мой номер телефона поздно ночью. Герл. Там просто, ну, это знаешь, как была песенка вот эта «Кончайте, девушки», Нет, это там, нет, это, по-моему, не «Кончайте» было. Нет. Пел этот Леонтьев, который «Кончайте, кончайте, девушки». Да, 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 да. Вот это вот какая-то такая история. Это был референс. Вдохновилась, вдохновилась. Да. Ну, правильно, все новое, это хорошо забытые старые. Так, треки. Треки. 5 мая, 10-го, 11-е концерты «Москва-Петербург». Новые видео на YouTube, на шоу «Грязь» будут. Более того, будет новое шоу. Ух ты! Да, будет новое шоу. А что за шоу? Или это пока секрет? Это пока секрет, но очень феминистичная история. Прям вот, короче, мы моих покемонов, любимых сладких, оставляем, они будут, они будут. Мне они очень нужны, они мне очень нравятся. Но будет еще деятельность, которая направлена именно на фемповестку. То есть это такая социальщина какая-то. Да, да, да. Мне она очень нравится. У нас уже есть гости первая. То есть сейчас вот, сейчас чуть-чуть и начнем уже снимать. Итак, а у нас конкурс. Ань, что ты подготовила для наших зрителей? Первое, это для человека, который будет выигрывать и находиться в регионе в каком-нибудь. Это моя любимая косыночка, вязаная сердечками. Я в ней много раз стримила, у меня все спрашивали, где покупала. Вот, дарю, дарю. Хорошая косынка, девочки. Хорошая, хорошая. Ничего плохого сказать не могу. Ну, а чтобы поучаствовать в розыгрыше, все, что вам нужно, это подписаться на мой телеграм-канал Лучшая подружка. Сейчас вы видите QR-код на ваших экранах, вы можете перейти по нему или по ссылочке внизу в описании. Там вы увидите закрепленный пост и обязательно нажмите кнопочку участвовать. там все будет понятно и просто, так что я вас жду. Ань, спасибо тебе огромное, что пришла. Мне было безумно приятно с тобой пообщаться. Очень интересный собеседник. Образство просто 10 из 10. Спасибо большое. Я надеюсь, что тебе тоже все понравилось. Мне тоже все очень понравилось. Тебе большое спасибо за то, что пригласила. Я была очень рада с тобой познакомиться. Однажды я буду очень сильно тебя ждать на шоу «Грязь». Я с удовольствием приду. Ты придешь. Это будет интересный экспириенс. Мы договорились. Почему бы и нет? Я бы взяла у нее интервью. Это значит ли, что я фрик? Хочешь, я тоже буду сидеть и в одну камеру смотреть? Нет, у нас не все такие. У нас не все такие. Были хорошие ребятки. Ну вот Маны, например, да? Да, твои любимые, дорогая. Я, кстати, их очень-очень сильно люблю. Кстати, мне кажется, это единственный интервью, на которой я сделала обзор, и я не смогла сдержаться. Ты сделала обзор на него? Да, у меня есть обзор. У меня там полмульта, что ли, собралось. Спасибо, Ань, за контент. Да не за что. Я для всех стараюсь, особенно для Рыжего. Ну, мне плохо. На этой веселой ноте мы будем заканчивать. Я надеюсь... Точнее, мы надеемся, что вам понравился этот выпуск, поэтому не забывайте ставить свои большие пальчики вверх и, конечно же, подписываться на нас в социальных сетях. Все ссылочки вы найдете внизу в описании. Всем большое спасибо. Ну и на этом все. Сюша Хоффман. Увидимся совсем скоро. Всем пока.